Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов Сегодня по одному из современных календарей 15 декабря 2016 года по одному из старинных пятый день Месяца Божественного Сияния и Покоя Мира 7525 лета Седмица Мы начинаем живой эфир, который будет под такой темой проходить Внимание! Сосредоточенное сознание Автор-соведущий Владимир Анатольевич Лукашенко Здравия, Владимир! Добрый вечер! Как всегда, передаю тебе микрофон для того, чтобы ты ввел в курс дела наших радиослушателей А я буду на подхвате рядышком И если будет необходима моя помощь в диалоге, то я с радостью присоединюсь И мы вместе будем делать эфир Пожалуйста! Благодарю! Хотелось бы для начала, в самом начале эфира Во-первых, упомянуть, что это у нас, по-моему, даже пятый уже эфир И все идет по направлению к чему-то То есть все это связано, все наши эфиры связаны Все информация, которая у нас есть в эфирах Она достаточно последовательно, потихонечку раскрывается И, конечно, хотелось бы вопросов побольше получить Чтобы больше раскрыть ту информацию, те темы, которые мы анонсируем И прежде чем говорить на эту тему Тема действительно очень интересная И даже, может быть, неожиданно с некоторых сторон Можно посмотреть на нее Я бы хотел сказать, что первое, чтобы понятно было, когда вопросы задают Что я ничего не говорю, что не имею собственного опыта Что не прошел, что не осознал как-то, что не прошло через меня Потому что опыт это не то, что, допустим, стоит только шестого разряда И он там что-то делает И он знает какую-то деталь Под какой-то резец правильно поставить Опыт это то, что стало внутренним содержанием Поэтому если вопросы, когда будете задавать вопросы То вот именно это попрошу учитывать Ну и, конечно же, я говорю, в принципе, всегда И на занятиях, и вообще в беседах Цитирую Приписывают слова Будде Вот такие цитирую их Не доверяйте тому, что вы слышали Не доверяйте традициям Так, как их преподавали с поколения в поколениях Не доверяйте ничему Если это является слухом или мнением большинства Не доверяйте, если это является лишь записью Высказник какого-то старого мудреца Не доверяйте догадкам Не доверяйте тому, что вы считаете правдой К чему вы привыкли Не доверяйте одному голому авторитету Ваших учителей и старейшин А после наблюдения анализа, когда он согласуется с рассудком И способствует благу и пользе одного и каждого Тогда принимайте и живите согласно этому То есть, исходя вот из такой концепции Мы начнем эту тему Действительно очень интересную тему Начнем, как всегда, ретроспективы наших эфиров Мы с самого начала наших эфиров Рассказывали о сознании О работе сознания, о развитии сознания Самые первые шаги развития сознания Конечно же, заключались в том, что я рассказывал То, что на собственном опыте было создано Приведение в порядок физиологии головного мозга Или даже, лучше сказать, того самого комплекса Это физиология-сознание, которое никто так и не смог Каким-то образом опытным получить, экспериментальным Взвесить, измерить Но такое есть То есть, мы занимаемся с умом, речью и телом И благодаря этому мы приводим в порядок То, что у нас практически у всех в минусах Это нашу сознательную деятельность Это самое минимальное, что мы можем получить От такого рода упражнения, о которых я рассказывал Это упражнения по вербальной активации Активации синхронизации полушарик головного мозга Привести в порядок это хорошо Но лучше еще получить нечто большее Потому что как только мы наши Глубоко, так сказать, оставшиеся сзади Возможности как-то подвели к себе Хотя бы к какому-то нулевому уровню Мы начинаем понимать, что есть нечто большее Чем простое дискурсное мышление, логическое Чем ассоциативное мышление Начинаем понимать и начинаем пробуждать доступ К интуитивному нашему слою сознания Тоже поговорили, что это такое Как к нему мы подходим, каким образом То есть мы уже не в минусах, мы уже получаем плюс И поговорили очень Я постарался достаточно много об этом сказать О вовлечении нашего сознания во все вокруг То есть мы хотели бы, наверное, полноценно мыслить Полноценно себя считать человеком Полноценно не только чувствовать себя Но и в обществе проявлять себя Вообще проявлять себя как человека Но для этого нам нужно хотя бы овладеть собой как человека Что нам мешает? Как так получилось, что мы сильно на себя-то, собственно, не смотрим? Наше сознание вовлечено куда-то еще Мы тоже об этом поговорили Исходя из концепции матриц-слоев общественного сознания Куда наши мысли вовлечены Вовлечены давно, надолго, в совершенно разные слои Немножко, так сказать, стратифицировал эти слои То есть разделил на части Более-менее понятные в связи с нашей человеческой деятельностью И оказалось, что человечество, собственно говоря И создано благодаря вот этому вовлечению нашего сознания И такому многослойному существованию Вовлечения в эту общую деятельность Где-то в качестве совопросников Где-то в качестве содельцов Где-то просто события друг с другом Мы породили множество шаблонов Множество правил Каких-то матриц собственных взаимоотношений Которые начали нами управлять самими Вот как раз, чтобы нам достичь себя самих Нам и необходимо стало вытащить наше сознание Не то, чтобы вытащить совсем из общества Вытащить его из вовлечения в шаблоны, стереотипы Нашей общественной, экономической, политической, другой жизни Вообще, бытия как такового вытаскивать, собственно говоря Не надо, поскольку это неразрывно Мы связаны с обществом Это значит уйти в монастырь Куда-то там в отшельничество, еще куда-то В принципе, тоже есть такой выход, такой путь Но вот польза от этого будет только, наверное, себе А это не так правильно, как мне кажется То есть не просто вытащить свою субъектность То есть свойство своего быть человеком Из этого вовлечения собрать к себе Пополнить, сделать целостным свою собственную субъектность И также продолжать, собственно говоря, действовать в мире Может быть, даже по этим же стереотипам, шаблонам Если они нам не противоречат нашей внутренней сущности Но уже хозяином положения Не игрушкой обстоятельств А неким, так сказать, даже не актером Потому что актер тоже действует с точки зрения какого-то сценария Дошли до этого До понимания, надеюсь Дошли до такого понимания А вот дальше что? Как мы можем это вовлечение убрать? Как мы можем вытащить своё сознание из окружающего нас мира? Ну, достаточно задача такая многомерная Её решали многие Различными способами, практиками различными Медитативными практиками, телесными практиками Йога есть там Есть русские, старорусские практики По-разному они решаются И решаются таким интересным способом Большинство из этих практик Что вот я пошёл вытаскивать сознание Дисциплину ума Потом вышел из этого тренинг-процесса И опять я снова погрузился в это вовлечение Вот перед такой задачей Мы все стоим, наверное, все Большинство, по крайней мере Кто почувствовал себя Ну, почувствовал себя человеком Потому что если не чувствуешь себя человеком Ты какой-то всё-таки Часть большого муравейника В котором твоё сознание Становится частью массового сознания Ну, такое слышали, наверное, слово Массовое сознание Массы, средства массовой информации Массовое сознание Эмоциональный интеллект Целого, так сказать, группы Людей или целой цивилизации Вот здесь я пока остановлюсь Потому что это Я, так сказать, рассказал Примерную дорогу, по которой мы идём И начну Попытаюсь говорить сейчас О таком интересном феномене Как внимательность Давайте Мы просто на себя посмотрим Я уже говорил, что Сознание увлекается Как только Ну, на позапрошлом эфире Как только мы рождаемся Мы начинаем Вовлекать своё сознание В те или иные действия И становимся Не только Такими Как сказать Зависимы от этих действий Но и сами становимся Их творцами Этих действий Этих правил Которым мы увлекаемся Ну, мы Восстановимся И попробуем На себя С точки зрения Как мы смотрим На мир Как мы Смотрим На те или иные события Обращаем Внимание На то Длиное действие Что Вокруг нас Действует Вокруг нас Создаются Идут Пускай во времени Кстати, мы тоже Занимались Немножко временем Как Мы смотрим На них И мы Обнаружим Чрезвычайно Интересную вещь Что наше Внимание Нашего сознания Мало того Что оно вовлечено В какие-то Схемы Оно думает Постоянно О чем-то Приклеено К тем или иным схемам И Шаблонам Стереотипам Оно еще Совершенно рассеяно Есть у нас Внимание Внешнее Которое Рассеяно По нашим органам Чувств Причем Разных людей По-разному Кто-то Тактильные ощущения Больше Смотрит Допустим Если лишен Глаз Слуха У него Все внимание На тактильные ощущения Ну даже Бывает И не лишен Кто-то Ушами слышит Больше Слышит Это такой Слышит Видит Это такой Очень широкий Спектр действий Ведь Бывает То есть Имеет Имеет Собственный Разум Преобразовывает Для уже Центрального Процессора Нашего Компьютера Преобразовывает В удовольствуемые Понятия Ведь Немножко Мог Это все Не то чтобы Проглотить Обработать Получается У нас Размытое Внимание Нашего Сознания Постоянно В разговорах Размыто Внимание В Видении Чего-то В размышлении Поскольку Мы еще И размышляем На тему То что Видим То что Слышим Это Факт И Очень печальный Факт С той точки Зрения Что Наиболее Конкурентными В нашем Обществе Становятся Люди Которых Меньшая Размытость Этого Внимания Существует То есть Они могут Каким-то Образом Сосредотачиваться И Быстро Решать Какие-то Вопросы Необходимые Жизненно Важные Естественно Что В этой Пирамиде Они уже На какой-то Лестнице Более Высокого Уровня Находятся На ступеньках Этой Лестницы Чем Остальные И Как же Решать Надо Наверное Эту Задачу Как-то Возвращать Себе Внимание Еще Немножко В сторону Отойду Чтобы было Понятно То есть Я пытаюсь Конечно Все это Сделать Параллельными Дорогами Чтобы было Понятно Построение Все Но Наше Сознание Как мы Выяснили Тоже С вами В свое Время В одном Из эфиров Оно Движется Последовательно Поэтому Кусочками Придется Обсуждать Осмысливать Те или иные Данные А потом Соединять Их Из этой линии В одну линию Из этой линии Потом Что-то У нас Получится Чтобы Ну Многие Скажут А вот Мы Занимаемся Медитациями Средоточением Сознания Медитативным Есть Такие Практики Которые Помогают Средоточить Мало Того На основе Этих Практик Еще Достигаются Высокие Результаты В йоге В практиках Медитации И повышения Сознательности И так далее Да Есть такие практики Есть практики И сосредоточения На чем-то Сосредоточение На Каких-то Предметах Ну В медитациях Наверное Есть еще Не только предметы А там Допустим И дамы Божества Какие-то Фигурки Или Внутреннее Средоточение Когда Начинается Появляться Какие-то Образы Фиксация Этих Образов Посмотрите Внимательно Получается так Что мы Сосредотачиваемся На чем-то И пытаемся Кто-то пытается Какие-то Энергетические Практики Проводить Сосредотачиваясь На чем-то Визуализируя Что-либо Концентрируя Своё сознание Своё взгляд Пускай даже Внимание На чем-то Пытается Что-то делать Там Целительством Заниматься Прогнозированием Каким-то Видением И так далее Интересные Факты А из чего Мы Собственно говоря Смотрим Из чего Мы Пытаемся Сосредоточиться На чем-то То есть Если мы Представим Что мы На чем-то Средотачиваемся Должно смотреть Что Откуда Мы Сосредотачиваем Это Средоточение На чем-то Вот тут Как раз И возникает Вопрос Вот И то Из чего Мы смотрим Что это Такое Насколько Это Собственно говоря Плотно Это наш Взгляд Насколько Он Сосредоточен Сфокусирован И тут И тут У нас Конечно Много Вопросов Начинает Появляться Поэтому Этот вопрос Конечно Меня долго Собственно говоря Не то Понимание Концептуально На свое Внимание Или Сосредоточение Внимание Совсем По-другому Не так Как это Понимается В практиках Медитативных Не так Как это Понимается В практиках Тоже не практиках А в деятельности В человеческой Когда там Учитель Ругает Ученика Вы невнимательные Я же говорю Это Показывает То А вы хоть И смотрите И восредотачиваясь На чем-то Вы этого Не видите Мы практически Много Очень не видим Вот Если Попробовать Превратить Или Перенести Какие-то Слова Или Скажем Свойства Внимания Внешние Свойства Вообще Определение На Какой-то Световой Или энергетический Такой Аспект То Можно еще Добавить Следующее Вот Откуда Такие мысли Все время Появлялись И как они Собственно говоря Реализовывались Что Вот Квантовый эффект Мы берем Да Берем Да Все наверное Знают уже Хотя Не физики Не экспериментаторы Кто-то из вас Наверное Есть Кто слушает Эту передачу А так Знаем Теперь мы О квантовой Физике Все Квантовом Эффекте Эффекте Наблюдателя Наверное Все уже Знают Это очень Хорошо То же самое Если мы Обращаем Внимание На что-то Средоточенное Обращаем Внимание На что-то То Значит Наш Свет Превращается В частицы Внимание Мы убираем Свет Ведет себя Как свет Как мы Обращаем Внимание Насколько Мы обращаем Внимание Эффективно С какой силой Мы обращаем Внимание С какой Мощностью Это вообще Никто Это не Рассматривал Просто Обращаем Внимание С точки Зрения Классической Физики Или каких-то Таких Как всегда Красивых Описаний Когда у нас Объект Точечный Движется Прямая Неравномерный Ньютоновский И так далее Можно сказать Что просто Внимание Обращаем Наблюдатель Появляется И начинаются Изменения Соответственно Квантовый Эффект Проявляется Но если Этим Заняться Поплотнее То Выходит Немножко Все по-другому Ведь можно Средоточение Которое Мы Проявляем На каком-то Предмете Совсем По-другому Повернуть Ведь мы же Из чего-то Смотрим То есть То Из чего Мы Обращаем Внимание То есть Сама Точка Средоточения Нашего Внимания Откуда Мы Смотрим На вещи Откуда Мы Смотрим Слушаем Откуда Мы Проявляем Сознание Оно Должно Быть Сфокусировано И Средоточено А если Мы Начинаем Заниматься Такой Родовой Практика Мы Начинаем Понимать Что Средоточенное Внимание Является Нашим Сознанием То есть Если Мы Освободим Наше Сознание От Каких-то Внешних Причин Вовлечений Если Мы Его Средоточим То В принципе Мы Имеем Наше Сознание В такой В точке Сфокусированной И Если Говорить Для тех Кто Возвращаясь И Работает Или Существует В терминах Энергии У нас Получается Серьезной Мощности Эффективный Такой Энергетический Луч Ну Это Неправильно Сказано Внимание Которое В принципе И С помощью Которого Мы В принципе И можем Определить Выявить Те или иные Феномены Окружающего Мира Или Просто Обратить Внимание То есть Не В туман В туманном Каким-то Своим Сознанием Отдать В какое-то Или иное Вовлечение А направить Его То есть У нас Вовлекается Втягивается Наше Сознание То есть Наше Мыслительное Мы начинаем Думать О любых Вещах Которые Только Мимо Нас Проходят Забываем О том Что С чего Мы Начали А тут Мы не Просто Думаем А направляем Средоточенное Внимание Предварительно Вытащив Его Из Остальных Вовлечений То есть Это Это Можно Объяснить Как Даже Вот Мы Хотим Сдвинуть Камень Ну Можно Дождиком На него Полить Камень Не сдвинется Поскольку Настолько Рассредоточен Вообще Туман Тоже Он Из воды Туман Мимо Камня Пройдет Камень Останется Маленький Пускай Камень Останется Мы Можем Вылить Ведро Воды Если Маленький Камень Конечно Он может Под этим Потоком Издвинуться А если Большой То Нет Можем Из шланга Полить Уже Вероятность Того Что Камень Сдвинется То есть Событие Примет Иной Вид От нашего Наблюдения Вот куда Я даже Зашел Оно Есть Уже Больше Гораздо А если Мы Возьмем Из компрессора С шлангом Специальным Таким Под давлением То есть Тем же Количеством Воды Которое Было У нас И в дожде И в ведре И в шланге То мы Естественно Можем Не только С этот Камень Сдвинуть Но и вообще Направить В любую Сторон Как хотим Вот такой Неожиданный Поворот Такой Вроде бы Схемотехнологический Он Сам по себе Имеет Место Быть И что Самое Интересное Забегая Вперед Скажу Что Это Действует Обратить Внимание Слово Обратить Внимание Превращается Совершенно Другой Смысл Тот Который Был Раньше Обрати Внимание Кто-то Посмотреть Просто Хочу Посмотрел Вовлекся В сознание Вовлекся И дальше Пошел А в этой Парадигме В этой Концепции Обратить Внимание Это означает Совершить Действие То есть Совершить Действие Пускай Это Будет В научно-популярной Квантовой Физике Терминах Как Наблюдатель Наблюдать Настолько Сфокусирован Настолько Средоточенно Что Произвести Изменения С наблюдаем Объектом Субъектом Действием Ну и Если так Говорить То Этот эффект Как я Сказал Он По крайней Мере Где-то Два Примерно Да Почти Два Два года Идет Работа Именно С такими Практиками Он Имеет Место Быть И Весьма Серьезный Любой Человек С простой Не Занимающийся Йогой Медитациями Какими-то Практиками Он Может Освоить Эти Способности И Не то Чтобы До этого Пока не доходили Из кварца Делать Алмазы И так далее Для этого Наверное Нужно Другие Еще Иметь Возможности Нюансы Способности Но вот Кардинально Изменять Свою жизнь В сторону Улучшения Это возможно Исходя из Даже Самых Простых Вещей Как Просто Быть Внимательным В своих Своей Деятельности И Без Натуки Без Напряжения Без Каких Либо Таких Движений Серьезных Медицинских Или Еще Каких Нибудь Это Такой Может быть Достаточно Глубокая Основа Которая Сказал Ну Мы Может быть Даже Попробуем Зайти И Глубже То есть Практически Если Мы Можем Не просто Свое Сознание Из Вовлечения Вытащить Но И Вытащить Свое Внимание И Средоточить Его В качестве Средоточенного Сознания А это Возможно То Мы Начинаем Понимать Что Действительно Еще Большую Такую Более Серьезную Концепцию Действительно Мы Вообще Все вещи Мы Сами Существуем Благодаря Нашему Не просто Сознанию А светоточенному Вниманию Сознания Ну Например С помощью Такого Такой Основы Или Такого Концепта Даже Не концепции Наверное А может быть И концепции Можно так Нечто Большее Мы Можем Обращая Внимание На Сфокусирование То есть Мы Сначала Его Средотачивая Вытаскивая Из Его Что Нас Вовлекается Есть Такая Практика Специальная Мы Можем Ну Не для Медработников Сказано Ну Неземно Что Целить Себя Можем Восстанавливать Себя Можем Регенерировать Свои Возможности Ну Представьте Себя Если наше Сознание Оно Собственно Говоря Обладает Вниманием Благодаря Этому Вниманию Мы И Действуем Здесь Действуем Не только С умом Сознанием Но и Действуем На Материальном Уровне Даже Так Можно Сказать Что Мы Не целиком Наше Собственное Сознание Сейчас На уровне Тела Кто-то Побольше Кто-то Поменьше Кто-то Может быть И Вышел Сознанием С уровня Тела Но Оно В любом Случа Наше Сознание Мы Здесь На земле Целиком Его Освоить Понять Не можем И Что Приходится Делать Приходится Обращать Внимание На Те Или Недочеты Может быть Или Необходимые Действия С помощью Обращения Нашего Внимания Та Же Болезнь Та Же Боль Там Кольнуло Тут Тохнул Это Внимание Которое Перешло Уже В стадию Острого Внимания Которое Заставляет Нас К этому Явлению Которое Произошло Что там Болезнь Еще что-то Прислушаться И направить Свое Внимание Наше Сознательное Внимание Это Даже На таком Уровне Это действует С точки Зрения Каких-то Действий Или Событийных Вопросов То же самое При Средоточенном Внимании Если Оно Не размыто На остальные Действия То есть Мало того Что Оно Не Увлечено Оно Еще Не Размыто Мы Постоянно Находимся В состоянии Средоточенного Нашего Внимания То Обращая Внимание На Совершение Каких-то Событий Они Они Собственно Говоря У нас И Совершается Потому Что Получается Так Что Сознание То есть Энергия Наблюдателя Энергия Или Поток Наблюдателя Тем более Такой Эффективный Он Конечно Приносит Больше Плодов Чем Размытое Внимание Средоточенного Несосредоточенного Сознания Без всяких Так сказать Практик Вообще Без всякого Понимания Содержания Своего Внимания Ну Может быть Так Даже Можно сказать Что там Не знаю Как Есть такое Сглазил Обратил Внимание Какое-то Резкое С какой-то Эмоцией Что-то у человека Получилось Это ведь Тоже Из той же Оперы То есть Если Простой Штатный Наша Внимательность Которая У нас Практически Не отсутствует Нет Оно нам Дает Возможность Просто так Здесь жить Более-менее С болящими Так сказать Телами С эмоциями Неурономешанными Ну У кого-то Здоровыми Слава Богу У кого-то С эмоциями Здоровыми То при Понимании Концепта Средоточения Несосредоточенного Мы сразу Жить Становим Конечно Гораздо Лучше Исходя из того Что мы Начинаем Понимать Что Мы Многослойная Структура И Сосредотачивая Внимание Как можно Больше Мы можем Больше Себя Проявить Здесь Во всех Наших Слоях Ну Если Внимание Оно Есть Свойство Наблюдателя И вообще Действие Наблюдателя Как таково А что еще Наблюдатель Делать Только Обращать Внимание На что-то То Естественно Что Процессы Преобразования Энергии В материю Наши Собственные Они конечно Действительно Не поддаются Пока нашему Разумению Как это Делается Но Становятся Более Эффективными И мы Больше Проявляемся Как телами Так и Действиями Проявляемся Более Нормально Целостно Эффективно Полноценно В этом мире Мало того Хочу сказать Это Существует Практическое Применение Такого рода Ну даже Это не способность А Естественное Тоже состояние Человека Большей степени Естественное То есть мы Как ни Странно Получается Во всех эфирах Я говорю Не о том Что Можно Какие-то Великие Способности Экстра Возможности И способности Приобрести А просто Напросто Получить Обратно Свои То есть Выявить Своё Изначальное Совершенство Хоть как-то В этом мире Так вот При Первую очередь Конечно Понимание Этого Процесса Затем При Только После Понимания Возможна Практика Которая Не очень Сложная Она Есть Такая Практика Действия Можно Первое Это что Повысить Своё Непривязанное И неувлечённое Внимание К своей Трудовой Деятельности Вот Такие Примеры Могу привести Что просто-напросто Люди Которые работают С большим Количеством Бумаг Там где Проверяют Ну знаете Сейчас куча всего Сейчас такая Бюрократия Страшная Там Договора И всё прочее Всякие Сертификаты И так далее Они видят Ошибки Практически Ошибки Или там Какие-то Исправления Необходимые Которые Необходимо Сделать Моментально Без Вот этого Перебора В голове Потому что Они существуют Во внимании То есть Хочется ещё сказать Что это не Спонтанное Вот я Включил это Внимание И дальше И что-то сделал Потом выключил Дальше Пошёл Это образ жизни В конечном итоге Получается так Что человек живёт Во внимании Постоянно Постоянно Без всяких Напряжений Да он выглядит Немножко Странно Поскольку он Не вовлекается Во всё Что попало Естественно Что внимательный Человек Который Видит Всё что ему Необходимо И замечает Всё практически То есть Как сказать При такой мощности Проявления сознания Такого луча сознания На всё Окружающее Естественно Человек видит Гораздо Больше Просто То что ему Необходимо Видеть Лишнего Просто Напросто Ему Лишнее вовлечение Ему нет Необходимости Смотреть на него Это Внимательность В практической Деятельности Это Спокойствие Полное И начинается Уже работать По-настоящему Та самая задача Решаться Которой мы говорили О выходе Из вовлечения В нашу матрицу И не только Выход из вовлечения Но и стабильное Существование Вне Сознания Вне матрицы Но жизни Собственно В этой матрице Мы же всё-таки Как я сказал Живём Никуда не деваемся Очень интересные Есть Интересные И серьёзные Возможности Появляется Побочный эффект Не знаю Как назвать С точки Зрения Тех самых Как я рассказывал Механизмов Наших Так называемых Внешних Раздражителей Глаза Звуки Человек Начинает Слышать И видеть Гораздо Больше Потому что Размытое Внимание Оно просто Напросто Как Плохой Микрофон У которого Собственных Шумов Ещё Огромное Количество Он Сам шумит То есть Может быть Внутри Его Пьезодатчик Пьезомикрофон Или там Динамический Он Правильный Хороший Но вот Куча оболочек Которые До Того самого Полезного шума Которого он должен Выявить У него Просто Непросто Всё Вот это Внимание Он не направленный Он разнонаправленный Всю эту мощность Он Размазывает По всему Спектру Причём Интересно Что Сам источник Средоточенного Внимания Он находится Не в глазах Не в ушах Он находится За Пределами Этих Внешних Источников Раздражителей Наших Ну или Внешних Источников Наших Данных Внешних Датчиков И вот Представьте себе Если мы Глаза Наши Уже Становятся Он не пропускает Перестают Размазывать Всё Что мы Принимаем Пропускает Или Как сказать Не отвлекает Внимание Не расположено В глазах Оно начинает Напрямую Идти Из этого Из этой точки Средоточения Нимания Ни уши Ни глаза То Человек Начинает Видеть Гораздо Больше Даже Не с той Чечки Зрения Что там Какие-то Фигуры Инопланетян Начинает Видеть Нет Не в этом Суть Мы К этому Не подходили К такого рода Экспериментам Но вот Эксперимент По углу Зрения Мы Его Осуществляли То есть В самом Простом Состоянии В простом Состоянии Человек Без Средоточения Своего Внимания Угол Зрения У него 120 Примерно Градусов Может чуть Больше Там Слепые Пятна Еще Есть На Глазах Который Не Видит Там Где Нервы Соединяются С глазами Все Тренировками Это Дело Не Преодолеть Тренировками Такими Телесными Потому Что Это Глаза Смотрят Технически Физиологически Глаза По-другому Видеть Больше Не Могут Когда Мы Входим Во Внимание В Состояние Внимательности Просто Входим Неглубоко А так Как Допустим Для Повседневной Деятельности Мы Сознаходимся В этом Состоянии Мы Живем В нем То Мы Начинаем Видеть Практически Все В Растре В угле В углу В углу Зрения 180 градусов То есть Полусферу Мы Или Полуплоскость Полусфера Ну почти Что полусферу Мы Наблюдаем Ну просто Так вот Садятся У нас Разводят Руки И пальчики Пальчики Видят свои Которые Находятся Не слепыми Пятнами Что они Так сказать Через Свои собственные Тактильные ощущения А Есть еще И контрольные Опыты Когда кто-то В пределах 180 градусов Вот Двигают там Руками Показывают пальцы И они Все видны Человеку То есть Он уже смотрит Не только Глазами Но еще Своим центром Где у него Соредоточено его Внимание Соредоточено сознание Именно сознание Потому что Внимание Оно В этом случае Не лежит Вне сознания Это было бы Еще одно вовлечение Еще один орган Который Как глаза Уши И так далее Еще бы что Давало Какую-то информацию Ну и в глубоком В более глубоком Средоточении Есть немножко Поглубже Это 270 градусов То есть То что Сзади Кто-то сидит Показывает пальцы И человек И человек Говорит Да Вот Три пальца Два пальца И ни разу Не ошибается Это не ясновидение Какое-то Общепринято Таком значении Это Изначальная Способность Человека Наблюдать Быть наблюдателем Быть наблюдателем Значит Творцом Материального Мира Из мира Нематериального Изначальное Его совершенство И оно Реализуется Достаточно просто Ну просто Не просто Для этого Нужно иметь Желание большое И конечно же Некоторую Подготовку Конечно Понимаете Что Такого рода Практики Они полезны В разных Совершенно Огромном количестве В огромном спектре Деятельности Человеческой Принять Какое-то Решение Помните Мы говорили Сами про Дискурсивный Метод Мышления Про Ассоциативный Метод Мышления Про Интуитивный Так вот Во всех Этих Методах Мышления Может быть Применена Эта Внимательность Потому что Она практически Создает Концентрированное Направление Внимания Концентрированное Внимание Из Точки Средоточения Сознания Как такового Вот Примерно Вот такое Новое Совершенно Видение Внимания Оно позволяет Не только Как Вот Я рассказывал В какой-то Исполнительных Деятельностях В документах Смотреть Ошибки Но и Быстро Усваивать Быстро Видеть То Что Настоящую Так сказать Необходимую Информацию Реальную В этой Размытости В этом Тумане Быстро Различать Воздействовать На то или иное Событие На то или иное Ну Наверное И материальное Содержание Конечно Никто не занимался Как я Сказал Говорил Там С созданием Алмазов И так далее Ни в коем случае Об этом Речь не идет Ну вот Речь идет О Эффективном Использовании Собственного Сознания При выходе Из вовлечения Сознания Из внешнего мира Ну и конечно При Эти практики Также Осматривают Вопросы Собственные Ну Целительства Или восстановления Я об этом Тоже говорил Совершенно Естественно Что можно Так и делают Целитель Любой И можно так Делать Это Средотачивать Своё Внимание На каком-то Предмете Средотачиваться На каком-то Предмете И Кто-то Призывает Энергии Кто-то еще Получается Кто-то просто Ладошками Может быть чем-то еще А здесь Мы Обращаем Внимание И это Похоже Знаете Я не буду Это Присоединять Допустим К этому Концепту Но Все-таки Так вот Скажу Что это Рядом Где-то стоит Можно Так сказать Есть Целители Которые Руками Водят Кто-то Шаманы С бубнами Ходят Обкуривают Свечи Жгут Еще что-то Делают А вспомните Христа По крайней мере По тем книгам Которые мы знаем Ведь Он же просто Проходил Мимо Больных Обращал на них Внимание И говорил Стал и Встань иди То есть Это Вот как раз Тот самый Высший Пилотаж Целительства Когда Необходимо Обратить Внимание На болезнь Таким образом Сознание Средоточенное Сознание Если оно Несредоточенное Это бесполезно Обратил Внимание Не обратил Я пытаюсь Собрать энергию Начиная Через Посредников Действовать Своих Какие-то Каналы Пробивая Еще что-то Такое Кто занимается Этим Тот знает А вот Здесь Идет Напрямую Я обращаю Внимание Средоточенным Сознанием Как лучом Таким И оно Восстанавливает Как лучом Наблюдателя Который Восстанавливает Первичную Сущность То есть Материя Которая должна Быть Превращена Из энергии Вот Такой Путь Такой Очень серьезный Доступ Есть Получается К нашему Изначальному Совершенству И Что еще Хотел бы Сказать Эти практики Я говорю Сейчас После того Как я Сделал Такую Рестроспективу Как Мы Занимаемся Какой Дорогой Можно Идти Применяется Кроме Этого Всего Еще Очень Интересных Случаях Ну Во-первых Мы Смотрим Откуда Мы Смотрим Где Мы Средоточим Своё Внимание Когда Мы Научились Когда Мы Учимся Научимся Такое Своё Сознание В виде Средоточенное Сознание Своё Внимание Находить В себе То есть Вытаскивать Из окружающего Мира Достаточно Просто Делается Удивляешься Потом Как Так То есть В процессе Таком Переходном Процессе Такое Возникает Ощущение Что Ты Вроде бы Как Со стороны На всё Смотришь Многие Пишут Когда Там В операциях Происходила Клиническая Смерть Выходишь Из тела И смотришь На всё Со стороны Ну Примерно Похоже Никто Конечно Не умирает Но Примерно Похожие Ощущения И Средоточенное Сознание Само Средоточение Оно Луч Точка Из которой Идёт луч Твоего Внимания На всё Окружающее Мир Такой Эффективный Узкий Очень Мощный Ведь Эту точку Можно В своём Теле Находить В любом То есть Помещать Будем так Говорить Или определять В любом месте Своего тела То есть Ну Первичная Она конечно У нас Как всегда В черепной Коробке За глазами Ну Наиболее Такое Почему-то Сложившееся Тысячелетиями Практики Да А вот Когда мы Помещаем Своё внимание В сердце То Весьма Неожиданный Эффект Ощущаем Эффект Жизни В сердце Жизни Сознания В сердце То есть Это Одновременно Ощляется Ещё и Практика Благости Практика Любви Постоянно Постоянно Мы несём Себе В сердце Своё сознание То есть Сознание Мы думаем Умом Такие Все Бездушные А тут Мы В одном Месте Держим И душу И сознание То есть И дух И душу То есть Любовь И Сознание То есть Получается У нас Мудрость Очень хорошая Практика В принципе Она В этом И заключается Что Мы находим Свою Средоточное Внимание Правильное В сердце И живём Ну и конечно Вы можете Почувствовать Даже Теперь Уже Немножко Зная Об этом Попробуйте Кто Какими-то Чувствами Владеет Третьими Десятыми Седьмыми Шестыми Когда Поют Артисты Или говорят То есть Кто-то Выражает Своё Ну На трибуне Говорят Кто-то Перед людьми Кто-то Выражает Своё Сознание Свои мысли Выражает Ну Мысли Выражает Для каких-то целей Разных целей Ну в основном Конечно Когда поют Очень хорошо Это видно Откуда Идёт Энергия С какого места Если Человек Может Сосредоточить Это своё Сознание Настолько И отправить В место Откуда Идёт Это всё Естественно Что он этим Своим Средоточным Сознанием Он В мир Выпускает Всё О чём Он думает Что он Хочет Получить Ну Может быть Не получить А просто Чего достичь От этих слов То есть Он может быть Разговаривать С вами Сердцем Он может Разговаривать С вами Горлом То есть Это несколько Такой Повелительный Голос Может быть Слышали Может быть Это Не повелительный Он творительный Голос Он творит Когда Точка Средоточения Сознания Находится В горловой Центре Ну А может Разговаривать С вами Допустим Со второй Чакры Если он Хочет добиться Противоположного Пола Он Может Так сказать Воспользоваться Такого Рода Но это Очень тяжело Такого рода Способом Тяжело Потому что Удержать Сознание Средоточенное В местах Ниже Сердца Очень тяжело Вот Ну и Хотел сказать бы Что Кто Эти практики Привнес Именно Практики Практическое Освоение Это У нас Есть Замечательная Девушка Женщина Анастасия Гостева Она Очень редко К сожалению Проводит Тренинги Она Сама Получила От Реализованного Мастера Эту практику Не очень известного И в принципе Не раскрывает Она По его желанию Кто это Что это Но Вот Так получается Что Очень полезная Практика Можете себе Записать И сходить Если у нее Если вы Состанете Эти курсы Они очень редко Бывают Приходят Йоги Которые занимаются 10-15 лет И в то же время Приходят люди Которые ни разу Не занимались Практиками Такого рода И все же Все получают Одинаковый Результат Как ни странно Может даже Те кто пришел На свежачка Гораздо более Лучше Потому что Они не заморочены Если кто-то Занимается Этим Восточными Практиками Тот может Меня понять Потому что Медитативные Практики Они все Осуществляются Такой классика Осуществляется Средоточение Внимания На чем-то А на чем-то Плюс дыхание И так далее А здесь От дыхания Мало зависит Здесь Средоточение Чего-то Из чего ты смотришь Точка Средоточения Из чего ты смотришь То есть Практически Мы находим Внутреннюю Точку Средоточения Себя И вот Точка Средоточения Себя Она Является Самой Наверное Естественной И истинной Как таковой Потому что Если Опять же Держать Ее В сердце То Тут же Те же Практики Которых Я говорил С вами Помнится Слово Такое Заграничная Верификация Сказал То есть Проверка Сердца Так вот Вот эта Проверка Которая Каждый Находит все равно Ее у себя В сердце То самое Чувство Которое Не позволяет Ему Поверить В неправду Если у нас Средоточенное Наше сознание Находится Ум Который Такой Прямой Как этот Самый И бессердечный А вдруг Мы его Помещаем Еще и в сердце И находится у нас Вместе С нашим Генератором Нашего Собственной Жизни Времени Цикличного Или линейного Или безмерного Все равно Как С нашим Центром То это Весьма Неожиданный Эффект Мы начинаем Жить По сердцу Жить Через Сердце И имеем Огромнейшее Просто Безмерная Эффективность Или безмерная Плотность Энергии Обращение Внимания На что-то Естественно Что в этом Состоянии Мы уже не Обращаем Внимания Сильно Сильно Обращаем На материальное У нас Есть такие Примеры Когда У нас На уроках Материальное Как сказать Захотелось Без всякой Задней мысли Захотелось Подарка Хорошего И вот Через месяц Докладывает А вот Мне есть То есть Изменилась Судьба Куда Так Лучше И сейчас Мне очень Конечно Радостно Видеть Когда Люди Которые Занимались Этими Практиками Вкупе С остальным Поскольку Сами по себе Они хорошие Конечно Замечательные Но С другими Практиками Они очень Просто Как я сказал С теми Мы Эритроспективу Провели Имеют Огромнейший Эффект Особенно В практиках Невременности Это Тоже Сейчас Пару Пару слов Скажем Вот Когда Прошедшие Эти курсы Начинают Говорить Между собой Что-то Вот У меня Что-то Не получается Что-то На работу Хочу Строить Что-то По жизни Еще Что-то Такое Ой А ты Обрати Внимание Правда Сейчас Обращу Внимание То есть Начинает Человек Изовлечение С остальных Своих Забот Мы Растекаемся Мы же Люди Мы же Не можем Постоянно Быть В таком Можем Конечно Но это Долго Долго Добиваться Растекается И вот Начинает Средотачиваться Собираться Обращать Внимание На какую-то Конкретную Ситуацию И она Реализуется Причем Так Реализуется Как надо Может быть Иногда Человек Начинает Сначала Бурчать Что Не хотел А потом Начинает Понимать Что Это То Что Как раз Доктор Прописал А С точки Зрения Дальнейшего Продвижения Вот Допустим Мы В завлечении Вытащили Наше Сознание Мы Вытащили Перестали Быть Рабами Матрицы Ну Существуем Не Еще Мы Все Остальное Подвели И вот Мы Еще И Дополнительно Ко всему Прочему Мы Начали Действовать В этой Матрице В соответствии С нашим Вниманием Идущим Из сердца То есть Мы Начали Жить По сердцу И жить Эффективно Жить Независимо От обстоятельств Причем Не умом У нас Очень Так сказать Вовлекаемый В большей степени Потом Жалеет Что он думает Если он управляет этим А через сердце Гораздо более Праведнее Праведнее Наверное Не знаю Как сказать Получше Правильнее В праве Начали жить Вот И Когда мы Этими практиками Уже владеваем У нас Появляется Возможность Работать С нашим Субъективным Временем Мы Делали Свертку Времени Своего Кто-то Наверное Продолжает Ее делать Вот В состоянии Средоточения Немания Представьте себе Какая-то Получается Аффективная Практика Когда у нас Размазанные Вот мы Попытались Наверное Сделать Я думаю Что в большинстве Из них Получили положительный Эффект Когда В таком Состоянии Размазанного Сознания Вовлеченного В стереотипы Шаблоны В матрицу Вообще Размытого Сознания По всем Окружающим Миру Даже если В комнате Вы сидите У вас Не значит Что вы Видите Все Наоборот Вы ничего Не видите И в то же время Ваше сознание Ваше сознание Ваше внимание Все размыто По этой комнате Так вот Даже если В этом Состоянии Вы получаете Какой-то Эффект Представьте Себе Какой Эффект Можно Получить Когда Ваше сознание Средоточено В одной Точке И оно Настолько Эффективно Настолько Оно Мощно Действует Но если Оно Не В голове А в сердце То оно Действует Еще и правильно Мягко И в соответствии С вашим Собственно Говоря Предназначением С вашим Характером С вашей жизнью Поэтому Получается Что в этих Практиках Средоточением Внимания Когда мы Поступаем К практикам Невременности Мы имеем Уже такой Инструмент Очень серьезный Который Может влиять На нашу жизнь Поэтому Еще раз Повторяю Помните На первых Самых Эфирах Мы говорили По поводу Предохранителя Предохранителем От такого Рода Разных Неправильных Или Ну Неправильных По физическим Законам Даже Действия Человека Корыстного Каким-то Сверхственным Возможным Велается Наличие Эго Эго Эгоизма То есть Как только Появляется Эгоизм Представьте себе Как можно Себя Порезать Этим Вниманием На себя Любимого Вот Примерно О чем Я хотел Сегодня Поговорить Хорошо К нам Уже Поступили Вопросы Из чата Поэтому Я думаю Что Можно На них Поотвечать И тем самым Мы отвечая Будем давать Какие-то Уточнения Вернее Ты будешь Давать Какие-то Уточнения А я буду Пытаться Правильно Озвучить Вопросы Потому что Иногда Вопросы Бывают Такие Заковыристые Если Не против Я начну Читать Да Тут Большой Большой Вопрос Я смотрю На пол Да Вопрос Большой Большой Сейчас Воздуха Наберу Побольше Итак Реплика В эфир От Владимира Изматища Тема Очень Интересная Ибо Почти Позволяет Сформулировать Цель Жизни Человека Немного Больше Чем В одном Абзац Чтобы Чтобы Не путать Слушателей Нужно Сразу Сказать Что Сознание И О Сознание Это Не одно И то же При Сознании Говорить Про сознание Говорить Не буду Чтобы Не путать Слушателей На ночь Заботиться Расскажу Базовые Знания Которые Должен Понимать Любой Карапуз Итак Сразу Помнишь Это Когда Дворник Ходил За елочкой Поймет Не только Взрослый Но даже Карапуз Тут Вопрос Я не вижу Да Пока Осознание Свойственное Всем органическим Объектам От растения До человека Осознание Появляется С момента Зачатия Организма Для организма Свойственное Фокусирование Фокусировать Своё сознание Следствием Чего является Запуск Уникального Процесса Внимания Внимание Животных Процесс Нестабильный У обезьян Собак Дельфинов Он может иметь Небольшую По продолжительности Стабильность Внимание Растений По характеру Сильно Отличается Животных Оно имеет Крайне низкую Скорость Работы В кавычках И кое-что Ещё И кое-что Такое Чего мне говорят О чём-нибудь В школе Хочется тогда Помнить Потому что Кое-что Ещё Это понятие Размытая Видимо В школе Мы это Не проходили Внимание Человека Стабильный Процесс А вот Он просто Приводит Что у животных Вот такое В растения Такое Внимание Человека Стабильный Процесс Захватывающий 100% Ресурсов Сознания Организма Человеческий Ребёнок Запускает Процесс Внимания Примерно В 3-5 Лет При этом Задействуя Практически Все ресурсы Развивающего Сознания В этом Настоящая Беда Человечества Внимание Захватив Внимание Захватив Все Доступные Ресурсы Уже До конца Жизни Не уступает Своё место И В подавляющем Большинстве Случа Человек Вынужден Однобоко Воспринимать Мир Используя Имеющееся Внимание Основные Проблемы Внимания В том Что им Очень легко Манипулировать И то Что оно Полностью Лишает Человека Возможности Иного Восприятия Мира Иного Использования Имеющего Сознания Целые Цивилизации Были заведены В тупик Погибли В результате Манипуляции Вниманием Отсюда Практически Единственной Целью Человека Можно Считать Развитие Собственной Дисциплины До уровня Позволяющего В достаточной Мере Обуздать То есть Управлять Имеющимся Вниманием Такова база С моей точки Зрения Вот такое Развернутое Пояснение Ну Я конечно Очень рад Потому что Действительно Тут много Что сказано Это означает Что Очень много Продумано Прочувствовано И есть Ну Есть очень Много Как сказать С точки Зрения Того концепта Про который Я говорю Ну Практически В один В один Кое-что есть Единственное Что я не стал Все-таки Так категорично Говорить Про внимание Растений Животных Для того Чтобы так Говорить Во-первых Ну как Нужно говорить На языке Растений Животных Которые Мы не знаем То есть Это тоже Получается Интерпретация В наш язык А сознание Совсем Другое Сознание Осознание То есть Это Можно об этом Поговорить Отдельно В каком-то Таком Серьезном Дискурсе Ну Я уже говорил Я понимаю О ком и о чем Я говорил Что я рад С удовольствием Был бы с Владимиром Переговорить На эту тему Может быть Даже Еще Многое Что есть Что сказать Может быть Он бы это Воспринял И еще больше Еще больше 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 Нам бы Тот Написал В общем Я так чувствую Вам предстоит Встреча Сейчас карту Разложу Ожидает вас Встреча Только не в казенном доме Нет Не в казенном доме Карта показывает Не в казенном доме Ну хорошо Замечательно Бубновый Интерес Будет соблюден Это хорошо Так что Все нормально Ну в Москве Он живет Рядом с Москвой Ты в Москве находишься Надеюсь Чаще всего Поэтому Найдете место Найдется место Добрым Двум людям Встретиться Где-нибудь Я Я предлагал Почта есть На сайте Сайт Академии Развития Цивилизации Там почта Есть Я всегда отвечаю Буду рад Ответить Буду рад Если есть Конечно Желание Можно поговорить Можно попробовать Даже что-то Сочинить Хорошо Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Здравия Владимир Какую методику Ты можешь Предложить Для высокочувствительных Мнительных людей Чтобы не обращать Внимание На слова Речи Со стороны Других Личностей Ведь бывает Что слова Сказанные Другими людьми Подолгу Остаются В голове Мешают Сосредоточиться И отнимают Время И энергию Благодарю Ну здесь Мы говорим Не про то Внимание Которое Сегодня Было В эфире Я говорил Про сознание Средоточенное Как внимание А здесь Буддийских Философ Философских Пришли Практику Для него Нет Нет Благодати В интернете Можете Можете Сосредоточение На предметах Символах И так далее А сосредоточение Откуда мы смотрим Сосредоточение Нашего внимания Для того Чтобы действовать С помощью этого внимания Смотреть на мир Наблюдателем Выступать Стало быть Так сказать И решителем Квантового эффекта В этом мире В том числе Изменением Событий Изменением Каких-то Взаимоотношений Своих собственных Здоровья И так далее Это раз Два Что касается Мандалы Объекты Визуализация Этих объектов Какие-то символы А еще и мантры То это вообще Некий инструмент Который Не относится К самому Процессу Средоточения Средоточение Даже если мы говорим В классическом смысле Это Некий инструмент Ну Или действие Упражнение Ума А вот Когда мы Обладели Средоточением Мы уже применяем На что мы Средоточение Тратим То есть Мы начинаем Вести обратную связь С помощью той же Мандалы Потому что Мандалы Это как тень Многомерной структуры И наше сознание Начинает выстраивать Эти мандалы Ну Либо Какой-то Как вот Представьте Кубик мы рисуем Мы просто Какую-то Кучу отрезков Нарисовали На плоском листе А Наш Мозг Дорисовал Кубик Что это Кубический Это объем То же самое Мандалы Либо В соответствии С мантрами С каким-то Воздействием На вот этот Преобразователь Плоских символов В объемной В голове Он сработает И будет Ну Резонанс Какой-то Еще что-то Я не буду Сейчас Это долго Очень такая Можно по-разному Смотреть историю Но она действует Работает Либо еще Что-либо Что-нибудь То есть Получается так Что Сосредоточиться Помогает Но лучше все-таки Пользоваться Другими способами Потому что Если ты только Средоточиться Решил Научиться И вдруг Начал включать Как я решил Потренироваться На компьютере Атомного центра И начал играться В игрушки Нажимать на кнопки Что из этого получится Что в этом случае Может получиться Может получиться Что-то нехорошее Поэтому лучше Тренироваться На чем-то Таком На кошках Бедные кошки Вопрос эфир От Олега Из Иркутска Известно Что слово Это энергетическая Вибрация И оно Так или иначе Влияет на людей Что имеет Первостепенное Значение И большую силу Применение Людьми Старинных слов С исконными Образами Которые Сами по себе Не предназначены Для нанесения Негатива Или Значение Имеют Не сами слова А то какой смысл И какая энергетика В них вложена Например Добра Счастья Удачи тебе Алексей Или Ну удачи Тебе Лёша То есть в последнем Варианте Фига В кармане Благодаря Ну удачи тебе Лёша Мы ещё встретимся Ну ответ Очень простой Зависит всё От вашего Внутреннего состояния Не более того Если вы Вовлечены В матрицы Разного Совершенно Уровня Может быть Что вот Фига в кармане Значит он Плохо Значит у нас Есть обратная Реакция Нам будет плохо Просто от фиги В кармане Если вы Прозрачной Чистой душой То ни одного Хоть там Не знаю Сколько угодно Вокруг можно Толпа цыган Глазить Там Плевать Что хочешь сделать Ничего не будет Если есть Что у вас зацепиться То собственно говоря И Без Слов И без ничего Можно подхватить Какую-нибудь лихорадку Просто потому что Дух местности этой Тебя не полюбил Или ты имеешь с ним Какие-то Так называемые Эти вибрации Да Одноименные Это Очень интересно Я Сейчас Скажем так Исследую практику Чет Очень интересная Практика Там как раз Задействованы Или рассказывается Информация Есть О Восемь классов Гневных Существ И вот Оказывается Каждый класс Отвечает Но это в Тибите Как там и что Наверное У нас Это В России Есть свое Определенно Свое есть Правда Оно Перемешано То есть Это восстанавливать Надо В каждой местности Есть свои существа Которые храняют Эти места То есть Практически Природные Какие-то духи И вот Есть какое-то Гневное божество Класс Самый большой Такой И вот Оказывается Далай-лама Призвал Запретил Делать пуджу Для этих существ То есть Преподношение Или Питать Этих существ Потому что Они Постоянно Сеют там Раздор И так далее Все на свете И из-за этого Там и война На Тибете И китайцы Отняли Тибет И так далее Вот оказывается До чего Это может дойти Но если Ты человек Ну там Огромная Целая Так сказать Наука Работы С этими Существами В то же время Четко указано Что если ты Собственно говоря Пробужден Или просветлен Или просто Чист душой Собственно говоря Не имеешь зла Никакого То тебе Никто Ничего не сделает Что бы там Не знаю Может на кладбище Ночью выйти И ничего ему не будет Так что Вот в чем ответ Не фиги Да Это примерно То же самое Как приходит человек Чистая одежда На нем Приятное Свежее дыхание Аккуратный Все на него смотрят Как на нормального человека Ну естественно Если он пришел В том виде Как принято В обществе Аккуратно А теперь представьте Шел человек Подскользнулся И в какую-нибудь Свежую Какую-то кучку Пахнущую Упал И вот в этом Во всем Заходит Какой он будет На себя Притягивать Эмоциональный фон Какие в него Стороны будут Лететь В соответствии С матрицей Общественного сознания Да Да То есть Если Его будут воспринимать Уже не так хорошо Как если бы он пришел Чистый И свеженький Такой И хорошо пахнущий Правильно Он все-таки Другие эмоции вызовет Пример То же самое Здесь Если человек Из себя Изнутри Если душа пахнет Сердцем Да Если душа пахнет Сердцем Все хорошо Если душа пахнет Чем-то другим То Пожалуй Вы будете Да То пожалуй Вы будете И получать Свою сторону Так что Имейте это в виду Дальше идем Эдгар Вопрос в эфир Из Москвы Владимир Ждем практику В нашу копилку Спасибо Кстати пока Ты говорил Я там написал Что ребята Берите две ручки И конспектируйте Эфир В зеркальном Написании Ну вот Практику уже дал Да Но они как-то Повзмущались Повзмущались Я говорю Ничего-ничего Сказали что это круто Я говорю Ничего страшного К концу передачи Еще обруч будете Ногой крутить Думя Ну нет На одной надо будет стоять На шарике Или на веревочке Натетнутой Так что Одна будет занята Ну так что Насчет практики Скажешь Эдгару Насчет практики Скажу Следующее Вот То о чем мы сейчас Говорим Конечно Эту практику Дать в эфир Нет возможности Потому что К ней нужно Немножко быть Подготовленным То есть Полностью Пройти Синхронизацию Полушария Головного мозга Пройти Теоретическое Какой-то Курс Ну и Почистить Немножко Своё эго Из Москвы Грех Не Попасть Все-таки На этот курс На наш И попытаться Это сделать А так Посмотрим Может быть Какой-нибудь Такой Простой То есть Я не могу Эту практику Куда сейчас Мы уже дошли Очень далеко Глубоко Какой-нибудь Простой Я сейчас Подумаю Может быть Что-нибудь Такое Сделаем Да Вы пока Пишите Двумя руками Пишите Вопрос в эфир От Владимира Измытища Кстати Мне помедленнее Читать Или нет Это не тебе Это там Успевают они записывать Или нет Я просто хочу узнать В чате Так вот Вопрос от Владимира Измытища Владимир Окультисты Под Сосредоточением Внимания И воли Понимают Создание Эфемерного Динамического Существа Сколько же Иностранных слов Для совершения Задуманных Родителем В кавычках Действий Элементала Уж не создаете Ли вы Своими практиками Этих элементалов Которые Разлетаются По городу И наводят Кошмарные Сны Горожанам Жуть Какая Замечательно Это я Понял Прикол Я понял Нет Конечно Есть Практика Ну Не Создание Так называемых Этих Демонов Они элементалов Элементалы Они существуют Их не создают Они есть Но они элементалы Элементалы Создать невозможно Есть такая Практика Создания Ну Как сказать Она Никакого Отношения К Сореточению Внимания Сознания Как Сореточенного Внимания Не имеет Так что Горожан Могут Спать Спокойно И деревенские Жители Тоже Да Деревенские Особенно Вот Отвечают Пишем Пишем Солнце Просит Повыразительнее Пожалуйста Помедленнее Пожалуйста Помедленнее Пожалуйста Да Я не успеваю Записывать Стою рядом Сбеком Так Дальше Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска В славянском Мировоззрении Богиня Джива И Бог Прародитель Сотворяют Матрицы Души Человека Человека Расы В кавычках Но Откуда Тогда Берутся Темные Души Что Получается В людях Душа Портится Невоспитанностью Невежеством Чрезмерной Лаской Потаканием Или Все Так Есть Еще Один Темный Творец Душ Или У тебя Есть Еще Варианты На Эту Тему Благодарю Ну Еще 50 Творцов Темных Нет Конечно Ну Давайте Все-таки Выйдем Из Схемотехники Технологии Если Считать Что Именно Так Что Творят Одни Белых Другие Темных Или Белые Откуда Берутся Темные Если Белых Сотворили То Это В принципе Робототехника Сотворили Они Должны Быть Белые Принципы Сотворили Смотрите Шаблоны Сотворили Стереотипы Сотворили Правила Но Это Же Не Жизнь Это Вообще Полное Ограничение И Полная Наруш Целая Корзина Нарушений Законов Свободы Воли То Есть Никто Не Создает Роботов Которые Все Белые Красивые Скорее Всего Если Так Вот Даже Говорить В терминах Технологических Создаются Заготовки Которые Имеют Свою Собственную Волю И Мало Того Не Просто Такие Уже Готовые Существа А именно Заготовки Интересное Выражение Было Что Растения Созданы Уже Животные Созданы А Человек Он Не Создан Он Вечно Создается Постоянно Этот Человек Это Процесс Вот Не в обиду Сказан Но Кто Из вас Может Назвать Себя Человеком Уже Я Например Вот На своей Жизни Не видел Себя Тоже Не считаю Полностью Человеком Мы Еще Существа Находящиеся В процессе И Этот Процесс Он Как раз Имеет Очень Много И Он Должен Иметь Все Степени Свободы Потому Что Нужно Заполнить Все Всем Заполнить Это первое А второе Когда Начинаешь Понимать Недвойственность Начинаешь Понимать Природу Всего И потихонечку Подходить К ней Потому что Понять Это все Очень тяжело Это Трудно Долго И Опять же Это процесс Который Не закончится Пока Человек Здесь Находится Как Только Процесс Закончится Человека Здесь Нет Вышел Сансары Так Вот Нет Хорошего Нет Плохого Как Только Человек Начинает Ограничивать Разделять Он Сам Уже Собственно Гораниченное Существо И Тогда Он Начинает Придумывать Что Кто Кто С Плохих Сдел Кто Хороших А почему Плохие У нас Появились Нет Плохих Нет Хороших Если бы У нас Карму Возьмите У нас Если бы Не было бы Палачей Не было бы Жертв Которые Карму Свою Улучшали С помощью Своих Страданий И Вообще Страдание Сам По себе Не является Положительным Таким Вот Он Страдал Поэтому Он Святой Стал Это Не факт Еще Потому что Страдать Человек Может сидеть Дома И страдать Чем-нибудь И вот Он Такой Страдалец То есть Я бы хотел Сказать Что Как я На это Смотрю Никаких Темных Творцов Нет Что касается Прародителей Творцов Они Собственно Говоря Наши Прародители Это Мы Есть Род Сам Большой Это Мы Есть Часть Рода Такая Фрактальная То есть Мы И род Это Одно Мы И Бог Это Одно Мы Все От Бесконечности До Нашей Конечности Мы Есть Одно И Кто У нас Получается Да Плохой Кто Хороший Нет Такого Просто Мы В своем В своей Граничности Начинаем Делить Все На Плохих Хороших В нашем мире Это Так Никто Не Сомневается Что Это Может Быть Правильно Для Нашего Относительного Мира Потому Что Только Благодаря Вот Этой Диалектике Воздействию Двух Противоположностей У нас Есть Какое-то Движение Вот Такое Взаимосвязанность Выстроение Вот Этой Матрицы Взаимоотношений Которые Связывают Друг С Друга Одних Вторых Третьих Вертикально Горизонтально Если бы все Были хорошие Этого бы Не было И если Плохие Были Тоже Да Так Идем дальше Вопрос Если бы Плохих Не было Не было бы Хороших Да Не было бы Света Не было бы Тьмы Не было бы Тьмы Не было бы Света Потому что Невозможно Было бы Отделять Одного Другого И оперировать Этими Понятиями Представлениями Мир Создается Благодаря Этому Иначе Не было бы Мира Конечно Единство Борьба Противоположностей Вопрос В эфир От Владимира Изматищ У меня Практический Вопрос Интересует Ваше Мнение Какую Длину В словах Должен иметь Вопрос Радиослушателя Для оптимального Срабатывания Внимания У аудитории По-моему Не в длине Дело А в содержании По-моему И в длине И в содержании Одно Из другого Истекает Значит Я хочу Следующее Сказать Этот вопрос Больше отнести Нужно К Алексею Поскольку Он читает Эти вопросы И он уделяет Этим вопросам Внимание Самый первый И выражает Эти вопросы Всем То есть Он практически Привлекает Внимание Первый Да Иногда Бывает трудно Вообще Понять О чем вопрос Где суть Вопроса Поэтому Кратность Сестра Таланта Имейте это ввиду Вот ответ Солнце Вопрос в эфир Владимир Мандалы Это тень От многомерной Структуры Какой и для чего Нужна нам Эта тень Додаться Я вот Не знаю Как ты будешь отвечать Ну да Попробуй Ну Тень от многомерной Структуры Да Какой и для чего Нужна нам эта тень Каждая мандала Для чего Для чего ты нужна Кому-то нужна Найдется Обязательно Какой-нибудь Человек От кому Она нужна И найдется Обязательно Что-либо Для чего Она нужна Поэтому Вопрос Может быть Более конкретный Какая мандала Для чего Нужна И что за ней Стоит Тогда Наверное Можно будет Ответить Ну в рамках Того Что я знаю А не факт Что я Это нужно Спрашивать Ринпоче Какого-нибудь Серьезного Который Знает Очень много Это же Собственно Говоря Практики Больше степени Тибетские Буддийские Ну вообще Я не знаю Чего это высказано Что это тень Многомерной Структуры Иногда Бывает так Что возьмет Умный человек Прочитает Высказание Другого Умного Человека И принимает Это за истинную Последнюю инстанцию И везде пользуется Ею А другому Не совсем умному Человеку Не всегда понятно Это высказывание Я вот например Не могу понять Почему именно тень От многомерной Структуры Это я вот так вот сказал Нет Здесь просто написано Что мандала Тень Многомерной Структуры И тебя видимо Уже цитируют Да А ты откуда взял это Ну я свое предположение Высказал А потом В самом начале Я сказал Что не слушайте Только в соответствии С собственным Мироощущением Принимайте Вот видишь Как ты слово сказал А его уже сразу Как раз на крючок Все Ты авторитет уже И поэтому Когда начинаешь Задавать вопросы Я думаю Что солнце Сейчас так крепко Чешет Ага Нет Я ответил Скажи какую мандалу Скажи Ну понятно Просто друзья мои Постарайтесь жить Без авторитетов Вот общайтесь с человеком Вы познавайте Этого человека Но не берите его В авторитеты Иначе тогда Вы свою жизнь Будете кого-то терять Мало ли Владимир сказал У него было представление Сугубо о чем-либо И он о чем-либо говорил А вы восприняли это Обо всем Поэтому Ну как Будете вот это Сугубо что-то Применять Ко всему Поосторожнее будьте Поосторожнее Вот кстати Я сейчас Вопросы еще пишут В этом отношении Скажу Очень интересную вещь Конечно же Это То что я Вначале говорил Это и Далай-Лама То же самое повторяет И высказывания Приписывают Будде И в принципе Любой Скажет По-моему даже У Толстого Где-то есть Что Ни в коем случае Не надо Руководствоваться тем Что Мудрецы написали книги Значит надо им верить Или авторитетный человек Надо верить Но есть еще и другое Есть еще Техника Закчен Как раз То самое Изначальное совершенство Концепции Закчен Философии Учению В которой Очень серьезно Ну в принципе Буддизм тоже есть Берется за основу Гуру-йога То есть Это полное Доверие учителю Полное Настолько полное Что Ну Все Я отдаю там Открывая сознание Это гораздо больше Чем просто тело Для чего это делается Потому В этих местах По-моему Что-то подобное В принципе Есть во многих культурах Но вот Наиболее Так сказать Ярко В этих местах Процветает Так называемая Прямая передача Или прямое введение Что это означает Означает что В результате практики Ну практики Имеется ввиду Каких-то действий Ритуальных Плюс Психо Каких-то Моторных Там Вербальных То есть Это мантры Это введение Медитативных Состояния Открывается Полностью Сознание Учителя Сознание Ученика Они могут Естественно Слиться в одно Только тогда Когда есть полное доверие Между учеником И учителем Это и есть Гуру-йога Естественно Что главный Учитель Которому доверяет Каждый буддист Это Будда Во всех его Ипостасях Прошлое Настоящее Будущее Там Тысячи Будд И смысл в том Чтобы ученик Получил Переживание Учителя Когда учитель Достигает Состояния Недвойства Состояния Пустоты То есть Его Просто пережить Утверждается По крайней мере В Закчине Что иным способом Пережить Это состояние Невозможно И получается Эта прямая передача С помощью Гуру-йоги Полного доверия Учителю Ведется Из поколения В поколение Передал Не прерывалась Передача Этого учения Какого-то Это И самое высшее Это Что я говорю Это понимание Недвойственности И пустотности Всего Ну Есть Внутреннее переживание По поводу Тех или иных Направлений Закона Учений Которые Также Передаются Учителю Ученику То есть Это Как сказать Опять же Не надо впадать В крайности Есть и то И другое Доверять Не доверяйте Если вы Не собираетесь Это воспринимать Полностью Как свою Часть жизни И в то же время Если вы хотите Заняться Настолько Что это стало Вашим Целью Миссией Вашей Частью жизни Это уже Совсем Полностью Нужно Доверять Учителю Хорошо Продолжаются Здесь Рассуждения По поводу Тени Многомерной Структуры И так далее И тому подобное Задел Задел Такую практику Вбросил В чат Бросил Вопрос Эфир от Петра Скажите Правильно ли я понял Сосредоточение Внимания Вовнутрь себя Помогает человеку Выбрать Правильную Таблетку В кавычках Как из кинофильма Матрица То есть Я заведомо Буду идти Правильным путем Выполняя Своё предназначение Ну давайте Всё-таки Будем побольше Значит Для человека Который Верит Судьбу В каждый Поворот Куда налево Право Поворачивать направо То да Мы слушаем сердце Мы вот Изучили практики Внимательности И Может быть Мы Будем меньше ошибаться Потому что Больше у нас Будет запас Эффективности Такого Видения Что ли Всего Интуитивного Подхватывания Того Что нам нужно На самом деле Потом ошибка И кто мы ошибаемся Не ошибаемся Это решает наш ум Который сам по себе Без толков Ещё тот То есть Это вообще Как сказать Это рабочий ум Относительный ум Или как ещё Назвать Тот Который Руководствуется Вдешним Видением Теми же Событиями Матрицы Шаблонами Стереотипами Но вопрос Немножко В другом Когда мы Занимаемся Этой практикой Я же не просто Сказал Что Вот мы Вот эти практики Прошли До чего-то Дошли С эгоизмом Мы начали Работать Серьёзно И только После этого Мы практикой Внимательности Занимаемся Тогда Это и есть Эффект А это как раз Есть эффект В том Что мы Начинаем Подходить К сознанию Осознаванию Себя Как Генератора Своего Будущего Нет У нас Прошлое Мы свернули На прошлом Занятии Это наше Прошлое Там Подзапрошлом Свернули его Оно В нас Наше Будущее Находится То есть Насколько Мы Изменимся Настолько Изменятся Все дорожки Которые Будут Дальше И Это мы Можем Сделать Только тогда Когда мы Вытащили Из вовлечения Все свое Сознание И Зафиксировали Стоятоточное Внимание В себе И с этим Вниманием Живем В сердце Тогда мы Изменяясь Естественно Что у нас Сознание Находится В нашей Душе Вместе С любовью Она изменяет Нас И вся Наша Судьба Изменяется Изменяется Постоянно То есть Мы не сможем Говорить Ой Завтра Я пойду Туда Тогда там Будет Хорошо Это будет Неошибочно Потому что Завтра Наступит Завтра И завтра Будет Совсем Другая Дорога Все Меняется На каждом Шагу Хорошо Вопрос В эфир От Жени Макаровой Расскажите О людях Без души Они Есть У нас Для чего Их Дали Вернее Как Здесь Вопротив Знак Они есть У нас Скорее Как утверждение Для чего Их Дали Это уже Вопрос Ну Я Не сказал Бо Что Без Души Роботы Вы хотите Сказать Наверное Следует Определить Что мы Подразумеваем Под слово Душа Я Например Очень осторожно К этому Отношусь Потому что Определений Очень много Сколько людей Столько Определений Тело Дух Душа То есть Дух Это нечто Высшее Тело Это то Что у нас Материально А душа Это то Что между Нематериальным И материальным То есть Та самая Точка Где соединяется И то И другое Ну вот Людей Которых Нету Вот этого Я Не знаю Это может Это может быть Только В коме Лежит Человек У которого Есть Тело Есть Где-то Далеко Дух А вот Он не движется Потому что Тело С духом Не соединено В этом Определении Вряд ли Есть Вот только Такие люди Если вы Что-то Имеете Другое Ввиду Ну тогда Надо Как-то По-другому Отвечать Но Как сказать Неудохотворенные Предметов Как бы сказать Наверное Нету Вообще Даже Атом Имеет свое Сознание Или является Частью Большого Сознания Вот Так вот Наверное Да Вот Владимир Написал Благодарю За ответы Нужно Карапузов Загонять В ванную Кровать И выделить Время Для встречи Нереально Так как Все время Как и Внимание Пожрано Рутиной Не судьба Пересечься В ближайшее Время Я так понял Ну ближайшее Нет Следующий год У нас есть еще Да Но этот год Уже заканчивается Не только Следующий Еще есть Этот год Заканчивается Чего ж на него Ставки ставить Давайте уж На следующий год Думать Хорошо Вот Женя Напишет Я встречала Таких Они как роботы Без чувств А Ну вот Другое Тело Тогда не про душу Мы говорим А про чувства Мы говорим Про чувства Да Про чувства Ну Наверное Есть Бесчувственные люди Не без души А бесчувственные Но не факт Что это вот так Вот прямо Навсегда Надолго И что они Бесчувственные Вот посмотрите Интересное Есть свойство У человека Если он человек А свойство Которое Я считаю Дано От высшего Ну Для такого Это просто От Бога Можно назвать Это совесть Говорит Вот бессовесть Но нет совести Выраженной Может быть И не быть А вот внутренний конфликт Вместо совести Или там Вместо совести Выросло что-то еще Вот вырастает Нечто Что заставляет его Внутренне конфликтовать Почему маньяки Там убийцы Появляются И так далее Для каких целей В каких целях Они это все делают Это возникает Благодаря такому Благодаря В плохом смысле Конфликту Внутреннему Что человек Не может найти себя Найти себя Перед Богом Не может найти И начинает Творить Всякие мерзости Чтобы попытаться Определить себя Вытащить свое я Подтвердить Что он все-таки Существует Что он все-таки Под этим небом Есть живой И вот в таких Разрушительных Действиях Проявляется тоже Вот эта часть Божества То есть она имеет Не до конца Проявленное что-то Может быть В губительном Душительном Так же как любовь Любовь это любовь Это великое чувство Но насколько все Вот эту любовь Знают Познают Насколько они Действуют С ней Ведь можно Может быть Любовь Стяжательство Или вот Принадлежность Вот я Люблю человека То есть он должен Мне принадлежать И все Не важно Что он чувствует Как он там Живет Что у него на душе Он должен мне принадлежать Я его люблю Любовь проявляется К вещам К деньгам А есть любовь Которая безусловно Которая проявляется На высших Каких-то Уровнях Я Не важно Что там Человек Как он Что Где Между полами Мы объясняем Такую любовь Это материнская Самая такая Высшая Получается Любовь Хотя она тоже Эгоистична Несколько Не важно Что где Пускай ему будет хорошо Ему хорошо Он здоров Вот все замечательно Я В этом отношении Люблю Человека И так далее Разные совершенно Уровни существуют Так же и совесть Существует на разных Уровнях Как я сказал Она может быть Недоделанная То есть Настолько ущербна Связь с Богом Но все равно Остается И рождает Конфликт внутренний Между Вот этим эгом Которая уже Полностью Решила Отойти от всего Человеческого Сказать что Вот я Тело Патрахата Мои эмоции Это я Человека Все остального Нет Я должен Себе утверждать Должен Быть лучше Больше всех Звериные инстинкты Начинают Перемешиваться С человеческим сознанием Такого рода Монстр рождается Но рождается Был бы полностью Бездушный человек Таких нету Все-таки То есть Он вряд ли будет Что-то Просто делать У него все равно Будет какой-то Внутренний конфликт Его можно В принципе В любом человеке Обнаружить И вытащить наружу Поэтому Существуют практики Я по-моему Говорил о них Если не говорил Скажу Практики Так называемой Дисквалификации Это психологическая Практика Которая Человека На кусочки Душу Распиливает Да полностью Обнажает До полной Такого Слова Не русское Но на по-моему Греческом Катарсис До полного Катарсиса Когда ничего Не остается Человек начинает Понимать Что он Самое последнее Распоследнее Ничтожество Что его все Ценности Именно ценности Не человеческие Свойства А ценности Снимается Различными Такими Психологическими Приемами А человечность Остается Человечность Снять нельзя Внутренняя Человечность Остается Сколько ты С нее Не сдираешь Шкуру С человека Какие-то Внутри Та же Совесть Она в каком-то Любом Виде Но она Останется И вот Эта практика Делается Где-то Неделя-две Чтобы человек Не дай бог Там не Остался один Не побежал Не повесился В этом состоянии И потихонечку У него вырастает Внутреннее я Внутреннее человечное я Уже Со снятым Вот этим Сверху Таким Наносным Там Снобизмом Там Еще чем-то Чем-то Что вот он Приобрел В В обществе Приобрел В этих Стереотипах Шаблонах Вот такая Есть вещь То есть Можно Душевные Свойства Именно Душу В этом отношении Мы говорим Про психа Можно Конечно Восстановить Полечить И таким Способом Ну Здесь уже Уточнения Пошли От Жени Макаровой Сначала Она Написала Что люди Без души Дальше Написала Что встречала Таких Они как Роботы Без чувств И Последняя Запись Уже Совести Выраженной Нет То есть Получается Душа Чувство Совесть Отсутствие То и другое Третье Какие-то Корректировки Такие Вхождения Я могу сказать Что наверное Она считает Так Она встречала Людей И не увидела В них Ни того Ни другого Ни третьего Ну Я бы сказал Следующее Вот Что мы Смотрим На других Нам бы Самим Разобраться С собой Столько Внутри Всего Копаешь Копаешь Не выкопать Не раскопать Да Мне кажется Здесь просто Мне просто Здесь кажется Почему Такие уточнения Потому что Нет четкого Видимо Определения Что есть Совесть Что есть Чувство Что есть Душа Вот и все А то что ты говоришь Копать себе Я с тобой полностью согласен Прежде чем Кумушек считать Трудиться Как говорил Дедушка Крылов Лучше Лучше На себя Кума Обратиться Это не в сторону Жени Это в сторону Себя Самого Иногда Смотришь На людей И что-то В них Видишь Такое Что тебе Не нравится А потом Подходишь К зеркалу Начинаешь Смотреть На себя Ну точно Что у меня Это есть Я увидел Своё Отражение В них Значит Надо поработать Над собой Да Это даже На уровне Поработать Над собой Видишь Это уровни Как раз Взаимодействия С людьми Это уровни Практически Материальные Это эмоциональные Уровни Эго В основном Всплывают А если брать Как-то более Объёмно Многомерная Тень Многомерная Брать То В сознании Человек Это зеркало Вот зеркало Чистое Оно отражает Весь мир В нём Отражается То есть Сознание Нет ничего Оно пусто Суть вещей Всех Пустотна Это Можно Это С помощью Прямой передачи Понять Можно это понять И по другим Причинам Другим Каким-то Возможностям Но это так И представить себя Если это зеркало Существует на всех Уровнях Если оно Мутное То ты Кто бы не Смотрелся В него Вечно будет То есть Ты смотришь Через него на других И вечно Все у тебя Мутные А если Твое зеркало Чистое Или стекло То ты Всегда видишь Как сказать Свое только Отражение В общем Мне кажется Здесь На первый взгляд Надо просто Разобраться С терминами Всё-таки Что есть чувство Что есть душа Что есть совесть И тогда Наверное Уже Будем На одном Языке Говорить Какой-то Словарик Нужен Нам всем Придумать Для того Чтобы Когда мы Говорим О чем-то Ну-ка Дай-ка Сначала Словарик Посмотрю Что я Имел ввиду Ага Вот это Я имею ввиду Другой Смотрит Так что Он имел ввиду Ага Вот это Он имел ввиду Всё Говорим На одном Языке А Немер 13 Да Номер 13 Здесь Да Мы Нельзя Вот Поэтому Вот прежде чем Говорить о таких вещах Наверное Надо как-то Всем Начать Понимать Русские слова И Тогда Что-то станет На свои места И выбрасывать Из своей жизни Иностранщину Иностранные Принесенные слова Которые Вполне Легко Заменимы Нашими Родными словами Потому что Когда вы Потребляете Иностранные слова Во-первых Вы не понимаете До конца Их смысл Просто говорите Потому что Они модные Потому что Кто-то Что-то Похожее Такое Говорил И какой-то Смысл Похожий На ваш Вкладывал И не более того Вот А второе Когда вы говорите Иностранными словами Даже если Они когда-то Были русскими И там Были изменены И обратно К нам Вернулись Уже Как иностранные Слова То надо понимать Генетически Наши родные Ближе Чем те Которые Измененные Об этом Уже В ни одной Передаче Мы говорили Что Не употребляйте Измененные Слова ГМО Для нас Оно не полезно Оно часто вредно Оно разрушаемо Не надо ГМО Употреблять Поэтому слова Иностранные Такой же ГМО Он разрушает Наш мозг Наше сознание Знать бы Русские слова Быть очень плохо Что мы Меньше и меньше Их знаем Мы же не читаем Ничего Так вот Изучаем Изучаем Программы наши Призывают Хотя бы Ну берите Хотя бы Далее читайте Того же самого Там много чего Интересного Есть Хотя бы Представление Для начала Получите Надо читать Далее Сделать Такой эфир На полчаса Читаем Всего Далее За полчаса Причем В первом Издании Нет Лучше во втором Более полном А не в тех Которых сейчас Вопрос эфира От Петра Ну а как Тогда понять Своё предназначение Как следовать За ним Если я Действую Здесь И сейчас Любой Мой выбор В каком Либо Действии Или сказанном Слове Требует анализа Что делать Он требовать Будет анализа Пока Ваше сознание Работает С дискурсивным мышлением То есть С логическим мышлением Он будет требовать Всегда анализа Это логическое мышление Требует от вас Анализа Оно Закрыло Получается Ваше настоящее Я Вот этим вот Потоком Мы поговорили Про поезд Который идет Бежит И мы ничего Не видим за ним И говорим Как же так Куда нам идти Поезд же идет Мы же не можем Тут ничего сделать Потому что Как только вы Начнете Место времени Осуществлять Свою изменяемость Вам будет все ясно Вы будете прозрачны Все И логически думать Постоянно думать Заполнять С этими вагонами Своё сознание Вы перестанете Вам будет ясно Все То есть здесь вопрос Стоит вот чем Это очень Правильный вопрос Потому что он Открывает Самую важную Пожалуй Такую Действительно Истину Очень простую Нельзя Измерить Ученической линейкой Толщину Человеческого Волоса Неподходящий Инструмент Инструмент Познавания Существующего Вокруг нас Мир И вообще себя В этом мире И себя через мир И мир через себя Это наше сознание То есть Несоответствующим Инструментом Мы познать Не Не можем То Что у нас Есть То есть Это то же самое Получается Что Бродмин Хаузен С болота Вытаскал Себя за косичку Вместе с лошадью Вот такой парадокс Такой парадокс Который заставляет нас Не просто Там Медитировать Йогой заниматься Слушать Там Кто что говорит Там Упражнения делать А Заставляет Кардинально Преобразовывать Своё сознание Преобразовывать его Как инструмент Познавания мира Чтобы он мог Видеть Ну это Просто как сказать Аналогика Это притча Видеть Четырехмерный Куб Или Видеть Со всех сторон Одну и ту же Вещь Просто Сейчас Логическим умом Невозможно Понять Суть Вещей Не можно Понять Что такое Пустотность Всех Вещей Даже Если Любой Философ Который построит Там Не одну Антологию Нельзя Тут Без этого Слова Обойтись Ну хорошо Систему Бытия Лучше Так скажем Антология Это система Такая Стройная Бытия Как она Есть Религия Это антология Система Бытия Как существует Он Ограничен Так вот Любой Философ Строит Ограниченные Системы Бытия И у нас Они все Ограничены Вся Система Бытия И мы Бежим От такого Замечания Когда Говорят Что Вот Значит Меня Создал Такой Там Какой-то Ангел Есть Его Ангел Создал Еще Архангел Это Создал Бог А кто Создал Бога Цит Ты Значит Еретик Вопрос Не в том Что Здесь К Такому Возвышенному Субъекту Обращаемся Мы Обращаемся К субъекту А субъект Ограничен Всегда То есть Мы Строим Границы А это Означает Что Забор Построили Значит За забором Есть еще Что-то Либо Мы существуем Внутри забора И не видим Его Этот забор Но всегда Утыкаемся Просто Поворачиваем И идем Налево Направо Это наше Сейчас Так Сознание Действует А когда мы Начинаем Видеть забор Мы начинаем Нервничать И начинаем Выстраивать Новый Вдалеке Вот мы Перешли Через забор Мы там Вышли Из космоса Начали строить Еще один забор Квантовая физика Появилась Начали тыкаться Где-то Где-то Видеть этот забор Где-то Не видеть Потому что Она целиком И полностью Во-первых Сама не является Построением Таким Четким Можно Ограниченное Построение Сделать Она еще Разрушает Построение Которые были До этого Тот самый забор Который был До этого Построен И вот он Кусками Этот забор Стоит Но в конечном Итоге Мы говорим Что вот Вот здесь Кусок забора Дальше Кусок забора Вот так и везде Везде заборы есть И в то же время Их нет Поэтому получается Что С ограниченным Сознанием Которое Существует Сейчас Сознанием Дискурсивного Мышления Логического Где нужно Анализ сделать Мы Окружающий мир Не поймем Будем вечно Тыкаться на заборы Выстраивать новые Участками Чтобы обмануть себя А не кругом В конечном итоге Все равно Где-то есть Большой самый забор Для этого И есть Эти самые практики Которые Мы пытаемся Заниматься Которые Преобразуют Сознание В нечто другое Дает возможность Получить Другое Качество Я По-моему Тоже рассказывал Что есть такие Очень интересные Упражнения На востоке Ну не знаю Может там им делать Нечего было Все-таки Экология Чистая Горы Можно там Сидеть десятилетиями Решать тот или иной вопрос Упражнение Называется Коан Коан Называется То есть Задачу задает Учитель Ученику Такую Которую Невозможно Решить Дискурсивным Мышлением Плоским мышлением Которым Есть у нас Для этого Необходимо Выйти за Пределы Этого мышления Не какой-то Медитативной Практики То что В принципе Можно выйти Что-то порешать Как вот мы говорили Про сны Там все известно Что все правильно Вот все есть А суда Мы либо забыли Либо мы просто Выразить не можем Что мы решили А вот выразить это так Чтобы это было наяву И пока Ученики С помощью этих упражнений И других практик Не преобразовали Своё сознание На другой совершенно Не уровень даже А другое качество Они эти задачи Не решали Но если они решали Любой Не знаю Европейский человек Или человек Любой Который Сейчас Взять Среднестатически Он бы считал Сумасшедшими Потому что Они говорили Совершенно Не вкладывающиеся В сознание Линейно-плоское Наша Сегодняшняя Вещи Вот в чём вопрос Это Вопрос к тому Что почему Сжигали Для людей На кострах Там Ведьм Или кого-то Кто Ведь получается Тот же Джонардо Бруно Он тоже вышел С заграничным Совершенно То есть Именно Если говорить Про границы С заграничным Мнением О существе Бытия За что Его и спалили Потому что Они его не поняли И он не соответствовал Тем Ограничениям Которые были В то время Всеми приняты И всеми выстроены Эти заборы Он попытался Сломать какой-то забор А все испугались А с забором Вдруг не будет Другого забора Вот в чём суть Вот это основная Собственно говоря И тема Развития человека И саморазвития Не просто идти Всем таким Постоянно идти В одну сторону Мы идём Мы ещё выше Мы ещё больше прошли Ещё больше прошли А полностью Преобразовывать Своё сознание Никуда не ходя Потому что Всё в человеке Есть В точке Где он находится И всё В нём существует Он изначально Совершен Ему нужно Открыть это всё Открыть это всё И открыть Не Известным ему Каким-то путём Путём Интенсификации Получения Больше знаний Набивания себе Каким-то терминами Ещё что-то такое Поклонными Медитациями А Раскрыв Внутреннюю Свою суть Перейдя На совершенно Другой уровень Сознания Преобразовывать сознание Какой он из себя Вот его как раз И объяснить Собственно говоря Сложно Поэтому В тех же практиках Захчена Существует Так называемая Прямая передача Когда Только что я рассказывал Когда Ученик с учителем Объединяется Сознанием И учитель передаёт Это состояние Недвойственности Которое Невозможно Получить Невозможно Его Ну Получить в нашем мире Воспринять Или как-то Сгенерировать Самостоятельно Получает это состояние Его припоминает Запоминает И он начинает Дальше стремиться Чтобы оно Как можно дольше Оставалось в него Может быть Где-то механистически Это существует Но Традиция Все-таки Это Почему может быть Тибет Потому что Наверное Это была горная страна Которая Много Такая Не развозюкалась По всему миру Как Многие наши страны И Туда народу Мало пришло Завоевывалась Это мало Страна сама по себе То есть Она не расплескалась Не растянулась И поэтому Вот такие практики Возможны были В такой горной местности Труднодоступной местности С природой Ну там не такая уж страшная природа Там растет Много что растет Природа достаточно хорошая Само по себе И Там вот такого рода Сохранились Я Подразумеваю Что Практики Той же идеи Наверное Не содержание Содержание Несколько другие Как мне предполагается Они существовали И У нас Здесь В России Но только Скорее всего Не в средней полосе Нашей Так называемая А где-то там За Уралом Что Земля между Уралом Одним Скажем так Магаданской области Чукотка Камчатка Она Мало исследована Сама по себе Может быть Потому что Признаки этого Это В Общем Таком Тренде Что ли Тренде Как на русское слово Тренд перевести Я даже не знаю Что такое тренд А ты мне хочешь Чтобы я его перевел Если не расскажешь Такой тренд Я тогда еще подумаю Переводом Ну хорошо Хорошо Не буду говорить Это слово Скорее В общей основе Сознания Человека русского Вспоминаем Да Был авось Типа Вот Натуральный Натуральный буддизм На авось Раз Была Идея Даже не идея А Постоянно Даже берем Во всех сказках Добро побеждает зло Без всяких там денег Без всяких решений Каких-то То есть Зажили счастливо А не зажили богато Как в европейских сказках И если дальше взять То самое Понимание Главенства Правды А не истины Которая существует В России Которая существовала Вплоть до Середины 19 века В судопроизводстве Даже То есть Судили по правде А не по закону Как таковому Потому что Правда была Каждого своя В то время Как Европа И в том числе Даже И по-моему Восток Там была Своя Система Внутренняя Система Национальная Или даже Национальная Этническая Даже не знаю Как сказать Местная Это все Позволяет сказать Что нечто Было Нечто было Такое Наверное Такое Глубокое И Как еще лучше сказать Содержательное Которое На сегодняшний момент Наверное Нереализуемое То есть Это осталось Такое остаточное явление Которое Слава богу Еще осталось В нашем Даже не этносе В нашей местности В нашей стране Не той Которая называется Сейчас Российской Федерацией А та Которая Объединяла Огромные земли Здесь Потому что Это настолько Глубоко Укоренилось У многих Почему Еще раз Когда я объяснял Когда про матрицу Говорил Бросались на Дзоты Матросовых Таких было много Очень много Они бросались И без всякого Страха Это было все И Сейчас пишут Почему-то Пытаются это все убрать Пишут Насколько я понимаю Читал Что там Не знаю Там Наркотики потребляли Еще что-то такое Чтобы они шли там Бойцы Это Сейчас Придумают Поскольку сейчас С амфетаминами Многие воюют Но это было Это внутри было Человека Это и удаль И честь И еще что-то такое Это Вещь Нельзя Невозможно Эту вещь Создать Сделать Или даже Скажем так Сочинить Или присвоить Для Каких-то Переделать народ Допустим Невозможно Правда Остается все Меньше и меньше Этого К сожалению Потому что Мы Отходим От своих Своих мест А стало быть Своих предков Своих земель Там где Всю жизнь К этой земле К этой части Нашей планеты Мы были Мы были Присоединены В этом отношении Та же Якутия Те же Якуты Арийцы По существу Хотя и с Азиатской Внешностью Они Больше Наверное Русские Чем мы Потому что У них Остались Родовые Земли Остались Сакральные Территории Где-то Похороненные Предки Где есть Духи Предков И Помножилось Это все На технологии 21 века Изумительно Все Помножилось И То есть Прошли Технологический Уклад Слава Богу Из-за своей Удаленности Трудности Климата В информационные Попали Но по своему Внутреннему Содержанию Они В себе Вот эту Глубинную Часть Очень Похожую На то Что Глубинная Часть Еще Остатки Глубинной Части Внутренней Сущности Ну Скажем так Нашего Среди Средней Нашей Европы То есть На нашей Европейской Части Она Осталась И По ней Видно Что это Нечто Одно Было То есть Вот эта Часть Сибирская Она Все-таки Была Мне кажется Единым Государством И Суть Народа Наша Была Более Более Цельная Чем Сейчас Это Можно Найти У многих Народов Которые Рядом С нами Находятся Или Внутри Нас У многих Это Есть У многих Это Быстро Как-то Ассимилировалось С другими Такими Внутренними Основами Ну Вот Все-таки Отличается Ты Знаешь Когда Я Перечитываю Вопрос Петра Вот Любой Мой Выбор Написано В каком Либо Действии Или Сказанном Слове Требует Анализа Если Мы Подходим К Человеку С точки Зрения Биомеханики Компьютеризированности То В этом Случа Да Сказал Посмотрел Прямая Обратная Связь Проанализировал Дальше Выбираешь Новый путь Движения Как Ногу Поставить Куда Идти И так Далее Если Мы Говорим О Человеке Тем Более О Человеке У Которого Есть Совесть То В этом Случае Совесть Она Всегда Свойственна Определенной Генетике И В том Случае Если Например Тебе Предлагают Сделать Что-то Плохое Изначально Ты Не Анализируя Просто От Этого Отказываешься Потому Что С детства Знаешь Что Так Делать Не Надо Вот С молоком Матери Ты Это Впитал Оно У Тебе Утвердилось И Твой Организм Интуитивно Подтверждает Что Да Это Делать Не Надо Вот Этот Ответ Генетический Он Как Раз И Определяет Что Некоторые Моменты Не Надо Анализировать Просто Их Не Надо Делать И Ты Поэтому Прекрасно Знаешь Откуда Ты Это Знаешь Ты Объяснить Не Можешь Ты Просто Это Знаешь Совесть Тебе Говорит Что Так Делать Вот Совесть Это От Бога От Рода От Чего Большого Частью Которой Ты Являешься Да И Поэтому Если Мы Отталкиваемся От Этого Что У Человека Есть Совесть То В этом Случ Тогда Совесть Это Тогда Многие Вопросы Они Отпадают Сами Собой Ты Когда Живешь По Совести Ты Не Будешь Себя Перегружать Лишней Какой-то Информативностью Работой Мозгов Переработкой Того Что Получил Обдумыванием То есть Ты Не Будешь Себя Прорачивать В Вычислительную Машину Компьютер Будет Твой Работать Мозг Твой Будет Работать Да Будет Работать Когда Надо Но Это не означает Что он должен Постоянно Перетруждаться Ты же Не слон У тебя Голова Поменьше Чем у слона Слон Ты всего Не знает Голова У него Какая Большая Поэтому Да Поэтому Зачем Себя Перетруждать Зачем Себя В робота Превращать Надо Быть Человеком Становиться Человеком В первую Очередь Должна Выступать На мой взгляд Совесть Совесть Она Подразумевает Что Она Какой-то Родовой То есть Современным Языком Генетической Основе Все-таки Присуще Если так То Выполняй Своё Предназначение В жизни О котором Ты писал А как Понять Своё Предназначение Как Следовать За ним Да вот Всё Совесть Следуешь Это Твое Предназначение Расслабься То что Называется Ну Я хочу Сказать Еще Такую Вещь Предназначение Искать Делить На Какие-то Части Я хочу Быть Там Не знаю Вот Помните Мы говорили Про Матрицу Хочу Быть Начальником Хочу Быть Шофером Хочу Быть Кем-то Это роль Это Не предназначение А вот То что Может Я буддизм Буддистом Посчитаете Но Всё Я так Вот Почему-то Оттуда Берут Потому что Наиболее Интересный Не нашёл Других Сравнений Других Выражений Есть Очень Хорошее Выражение Жить На благо Всех Живых Существ А Какую Ты роль Выберешь Какой У тебя Получится То и Выберешь Какой Ты можешь Реализовать Наилучшим В лучшей Степени Лучшим Качеством Для того Чтобы Выполнять Миссию Жизни На благо Всех Живых Существ Ну Такая И будет И всё Это Спокойно Если Ты думаешь Допустим О чем-то Своём Таком Я хочу Вот это Вот это Вот это Добиться Но Опять же Это Не предназначение Это Некий План Твоего Эго Когда Начинаешь Успокаиваться Ты добьёшься И этого И этого Если она Соответствует Этой Миссии То есть Не парьтесь Конечно Хорошо Вопрос От Жени Макаровой В эфир А у Евреев Есть память Предков И каких Ну Во-первых Мы сейчас Не про память Говорим Предков У нас Немножко Другая Тема А во-вторых Какая Разница Еврей Не еврей Не знаю Афроафриканец Или Китаец Все люди Может быть С разных планет Просто прилетели Так сказать Генетические Модификации Но Все От Бога От рода От своего Ещё Какой род Есть По крайней мере Уж Еврейская Нация Так она Помнит свой род Там до какого-то Колена И всё это Записано И всё это Старательно Выведено 12 колен Израилевских Естественно Что Есть род Есть память Нам бы Поучиться В общем Мне кажется В данном случае Жене Макаровой И нам Самим всем Опять же Вспоминаем Дедушку Крылова Когда по сторонам Смотреть Поменьше Надо А надо Своё Своё Сформировать Меня например Как-то не очень Это интересует Что там у них есть Пускай Как один мой знакомый Говорит Пускай Еврейским вопросом Занимаются евреи Это их предназначение Это их основа Это Всё у них хорошо В этом смысле Вы-то что за них паритесь Вы думаете о себе Если вы не относитесь К еврейским родам Что вы всё время На евреев киваете У вас есть свой род Вот и хорошо Кивать на кого-то А не на себя Перестанем на кого-то Кивать Надо с собой заниматься Конечно Надо же лопату В руки брать Надо же вкалывать Попотеть придётся Вы сначала Разберитесь с собой Вы свои корни Изведайте Вы поймите Как ваши предки жили Определите Почему так получилось Что сейчас Иные народы Живут более Может быть хорошо Чем вы И определите А почему вы Не участвуете В восстановлении Своей державы В восстановлении Своих родов Почему у нас Часто сейчас Кричат Вот китайцы Нас захватывают Ну ребята Так вы рожайте По 12 детей По 16 детей Полноценные семьи У вас будут Занимайтесь Хозяйством своим Обучайте своих детей Самостоятельно Ещё государством За это деньги Будет платить За то что вы обучаете Не в школу вводите А сами обучаете Домашнее образование Называется Показывайте пример Своей жизнью И детям своим И окружающим Ваши дети Воспримут всё от вас Выйдут в этот мир Так же нарожают По 16 детей Так же отдадут им То что вы передали То что они взяли И дальше Какие там китайцы Какие там Кто-то ещё Вы о чём вообще говорите До тех пор Пока вы сидите И думаете Что какой-то политик Какой-то Культурный деятель Религиозный деятель Или человек Иного рода Вдруг придёт И вытащит вас И вытащит вас Из этой вот Слоновей Так сказать Окончательной Ситуации Чтобы не ругаться Вы так и будете сидеть И каждый раз Всё глубже и глубже Будете в неё погружаться Просто Займитесь собой Вот наши все передачи Они в общем-то Только одному и посвящены Займитесь в конце концов С собой Ну вот здесь можно С точки зрения эфиров Сказать первое Смотрите Я уже говорил Ещё раз повторю Ум у нас Сам по себе Ну как раз Алексей Тоже говорил Ум это Он сам все математически Он как раз Роли ищет Ещё что-то такое Анализы производит И часто живёт Отдельно от сердца Как только мы Сознание наше Укрепим То есть мы его найдём Полностью вытащим Укрепим в сердце Получается они будут жить Наконец-то вместе Наш ум и наше сердце Уже хорошо Уже нам даст ответы На многие вопросы Что касается матрицы Слоё общественного сознания Я говорил Что нельзя Невозможно Собственно Связить И просто разрезать Порушить Это цивилизация держится Не то что цивилизация А вообще Человеческий род Реализованный здесь Держится в этой матрице Но её можно Изнутри Менять Ведь мы же Создаём эту матрицу Потом мы просто Начинаем Вместо того Чтобы создавать её По образу и подоби Своему Как мы хотим Начинаем ей подчиняться Нужно выходить Из этой матрицы Своим сознанием И создавать Внутри этой матрицы Преобразовывая её Как сказал Алексей Правильно И детей рожать И учить Правда учить Надо самим учиться Кто этого мешает 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 Притяжение Наше К этой Матрице Я хочу Быть начальником Я хочу Здесь Работать Москве Жители Что-то ещё Я хочу Я кину всё И буду жить И буду жить Зарабатывать Деньги Деньги Нужны Конечно Смотрите В той же Якутии Я там был В командировке Достаточно Долго Кстати Замечательный Обряд Исыхай Если Может быть Кто-то Знает Это День Солнечного Равноденствия Или как Солнцестояние Солнцестояние Осенью и весна Это Солнцестояние Равноденствие А лето и зима Это Солнцестояние Да Огромный У них у всех Праздник Это они вокруг Столба Ритуального Вокруг Ходят Хороводом И поют Причём поют Есть специальный Значит Певец Который В сознании Транса Поёт Песни Такие Такие Запивалки Сержантские Как в Штатах Да И люди Все с удовольствием Вокруг этого Водят хороводы Хороводы Они сделали Даже поставили Рекорд Гиннесса Хоровод громаднейший Там Вели Во-первых Дней 10 Там были тысячи человек С большим удовольствием То есть они культуру свою Держат И культура Получается Поняли про что я намекаю Да Культура практически Ведическая Тенгрианство И плюс шаманизм У них находится Тенгры Это бесконечное небо Для них бог И те же самые Родовые боги Те же самые боги Местности Которые Собственно говоря Даже имеют Это схожее название С Проарийскими Прорусскими Так Главным Богатством Якутской семьи До сих пор Считаются Дети Ну тут же Наши материалисты Объясняли Очень просто Что Там короткое Лето Скот А не скот Зимой То они Минус 50 Минус 60 Минус 70 Держат тоже В стойлах Нужно кормить Поэтому Значит Нужно чтобы Как можно больше Было рабочих рук Там заготовка Сена На сено Они бросают Всю работу Поэтому В таких коммунальных Предприятиях В Якутии В основном Работают Русские Либо киргизы Приезжают Враги Якутов Бросают всю работу Потому что Сенокос То есть Еще даже В памяти осталось Нужно приехать Помочь всем Как можно больше Запасти еды Для животных Чтобы знать Собраться Так вот Получается так Что Если есть дети То старик Не умрет Его будут Они кормить Они смогут Его прокормить Это Простое Материальное Объяснение А так В любом случае Просто В душу Родов Якутских В каждого Якута Введено Что Дети Самое главное Богатство Ни одного Не оставят Ребенка Без Родителей Как такового Почему у нас Этого нет Ну почему нет Да потому что Кто-то считает Что Пенсия Это наше все Поэтому Надо работать Вместо того Чтобы создавать детей Кто-то считает Что кто-то О нем Позаботится А кто-то считает Что выгодно Сидеть на кухне И разговаривать О том Как нам плохо И какие все мерзарцы Все Пойдем рожать детей Да Так что Бросаем все дела И увеличиваем Количество Не просто населения О хороших Людей С правильной Ориентацией Не только В тех смыслах Которых вы подумали Но и по жизни И по душе Так ну что Еще вопрос у нас поступил От Олега Из Иркутска В древности Наши предки Жили роем Скопом Как сейчас По твоему Нашему времени Воссоздать Общественное Сознание Подобно Косяку рыб В природе Где рыбы В случае необходимости Ведут себя Как единое целое Ведь без общего Сознания Не будет русского народа Благодарю Ну я бы Опять не стал бы В ограничения вести Значит Нужно опять Еще одно ограничение вести И в этой матрице Еще выделить Какое-то подразделение И еще ввести Какое-то сознание Общий шаблон А ведь Давайте думать Через себя Вот если У человека Внутри Будет сердце Он будет думать сердцем Вот как раз Я практически Ответил на этот вопрос До этого То есть Если он будет думать Сердцем Думать То есть У него И сознание Мысли То есть Ум И душа Имеется ввиду Его Любовь Его проявление Будет находиться В одном месте То уже Он будет Осуществлять Независимую от матрицы Деятельность Как человек Чем больше в человеке Человеческого Тем больше он будет Осуществлять Человеческую деятельность А поскольку Я тоже говорил Свои предположения По поводу Нашего Состояния Большого народа Нашего То что До сих пор Осталось внутри Нечто Что Не просто Объединяет А Является Ну для земли Может быть даже Потусторонним Для большинства Населения Таким Человечность Это именно Человечность Ярко выраженная Человечность Свойства Человечности Если их Попытаться Лелеять Холить Взращивать В каждом из нас Помогать друг другу В этом То этот слой Сам создастся То есть нельзя Командным методом Такой слой Или такой там Косяк Создать рыб Или сказать Вот у нас закон Значит все должны Быть хорошими завтра Это невозможно Это делается долго То есть даже Не просто Насаждать какую-то Культуру Заставлять всех учиться А Ну может и надо Заставлять конечно Открывать Стараться Каким-то образом В резонанс Запустить Те великолепные Человеческие качества Которые есть В каждом из нас Запустить Чтобы это Шло и работало То есть вот Такие же практики Которые мы проходим Что-то еще Даже Простая есть вещь Очень простая Рекомендую всем Просто Читайте Хорошую Нашу Литературу Русскую Читайте Берите Даже Древнюю Какие-нибудь Сказки Примитивные Читайте Потому что Слово Русское слово Любое слово Любой нации Оно рождает Человека Этой нации Нации Или народа Даже не нации Правильно Народа И Слово Написанное Мастерами Написанное Наверное Все-таки Не из головы Как таковой Там Из Дискурсного мышления А художественное слово Оно Начинает возрождать Потихонечку Внутренняя человечность И эта человечность В конечном итоге Начинает создавать Свой собственный слой Общественного сознания То что мы начинаем По этому поводу Вот С Владимиром Смытичем Разговаривать Начинаем вопросы Ставить друг к другу Если у нас появляется Общий вопрос Начинаем быть Совопросниками В чем-то Если мы Становимся Совопросниками В нашей В нашей Человечности Общей Которая объединена Нашим народом То конечно же Мы сможем Изнутри Не сломать А преобразовать То самое Насажденное Что ли Накрытой крышкой Крышку Которую накрыли Потихонечку Накрывает Да не то что Нашло Все человечество Потихоньку Вот это За потребительским Обществом Общество потребления Накрывается Можем преобразовать Вот К этому пути Надо идти Не позволяя Душе лениться Потому что Никто Как Алексей сказал Никакой дядя Приказом Счастливым быть Не сделает Ну в общем да Что же Все вопросы Мы выбрали Из чата Можно нам Как то уже Перейти к завершению Сегодняшнего Нашего эфира Что скажешь Или какие то еще Умные мысли Есть в голове Которые надо Выплеснуть Ну выплеснуть Но могу только Пригласить дальних На наш вебинар Последний Давай приглашай Приглашай 24 числа Начнется Начнется Первое занятие Будет как раз По фитнесу мозга В нашем вебинаре Четыре занятия Продолжатся В следующем году А результатом Будет как раз То есть на этих Четырех занятиях Мы проходим И фитнес мозга Мы проходим Достаточно интересную Теорию Мы проходим Начальные практики Внимательности Медитативные практики То есть выходит человек Который может уже Находить в состоянии Внимательности И проходим Матрицу Общественного сознания Более Плотно С разбором По частям Вот такой Очень насыщенный Вебинар Это как раз Для тех Кто далеко Потому что У нас таких Как ни странно Больше Чем в Москве У нас Очень много людей Которые За рубежа Наши русские То есть Примерно 30% У нас С Европы И остальные Все С наших Необъятных Простор Нашей Родины Вот Ну и я надеюсь Что Вот так вот Потихонечку Будьте готовы Для того Чтобы Немножко Войти Во вневременность Это еще более Такой высокий Уровень Понимания Всего Что есть вокруг Ну надеюсь Что Будете Вневременности В общем Всем выйти С умрака Ладно Прощаемся Желаем Что-то доброе Хорошее Давай несколько Добрых слов Небось Заготовил Что-нибудь Перед передачей Ну да Нет Заготавливать Это опять Шаблоны Стереотипы Что придет На душу То и надо Говорить А на душу Приходит следующее Хоть У нас Новый год Наступает Хоть это Весьма Интересный В истории Праздник Не буду Говорить Чего Но я Хотел бы С наступать Поздравить С наступающим Новым По астрономическому Календарю Витком Нашей планеты Вокруг Солнца Это Серьезное Такое Если посмотреть Все-таки На нашу жизнь Серьезное явление Планета Маленький шарик Маленький Для всего Космоса На котором Мы еще меньше Крутимся Вокруг Солнца Но мы Тесно Связаны И с этим Шариком И с этим Солнцем Представляем Себя Одно Целое Поэтому Хотел бы Не только Поздравляю Хотел бы Чтобы мы Поздравили Себя И шарик Шарик Один И шарик Второй И В новом Астрономическом Году Чтобы у нас Наше сознание Вышло из сумрака Из вовлечения И мы Стали То есть не стали Мы так Есть на самом деле И мы все-таки Проявили в себе Счастье Радость Жизнь Благодарю тебя За теплые Хорошие слова Напоминаю Что сегодня По одному Из современных Календаря 15 декабря 2016 года Четверг 2016 года По одному Из старинных Пятый день Месяца Божественного Сияния Покоя мира 7525 Лета Седмица Мы говорили Про внимание Сосредоточенное Сознание Владимир Анатольевич Лукашенко Автор Соведущий Благодарю Всех За то Что принимали Активнейшее Участие В чате Много Было Здесь Рассуждений Поднимали Темы Которые И связаны С сегодняшним Нашим Эфиром С сегодняшней Нашей Передачей И темы Которые Совсем К передаче Не относились Но во всех Случа Не зло И интересно Все это Выглядело Тем Кто еще Не в чате Рекомендую Присоединяться Потому что Здесь Здесь кипит Жизнь Во время Эфиров Здесь Идут все Обсуждения Которые Являются И уточнениями Для ведущих И уточнениями Для тех Кто слушает Друг другу Помогают люди Наши Четлани Друг другу Сбрасывают Какие-то Картинки Иллюстрирующие То что Происходит В эфире Ну и так далее Ссылки какие-то Присылают В общем Насыщенная Бурная жизнь Здесь уже Складывается Такой коллектив Единомышленников Дружеский Очень такой Рой Как здесь было написано Роем живите И меня это И меня это Очень сильно Радует Потому что Рой Не против Кого-то А рой Для чего-то А вот для чего-то Это наверное Для того Чтобы Мы Осознавали Себя Мы Осознавали Своё прошлое И основываясь На осознанном Мы Понимали Куда нам Двигаться Что нам Дальше делать Не ссылались На каких-то там Людей С непонятными нам Взглядами На жизнь А просто-напросто Становились Сильнее Потому что Человек может Долго Смотреть на глистов Которые Уповедают Изнутри И при этом Ничего не делать Заканчивается Это печально А может просто-напросто Становиться Хозяином Своё тело И тогда Глисты Собирают Свои манатки И уматывают Вот на этом Я прощаюсь С вами Желаю Всего самого-самого Доброго До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров